Уф, громко сильно. Окей, 3 часа ночи почти, самое время начинать стрим. Ого, я на 100% поставил. Да, 40% для громкости должно хватить. Итак, несколько вещей, которые надо сделать в этом выпуске или вообще. То, чего я не учел в тот раз, что... Шустрый-то, мне кажется, он вообще-то и не выжил. Надо убедиться, что он вообще дошел до деревни, потому что говорят, что он часто просто, ну там, по дороге врезается во всяких мутантов. О! Это же Шустрый, да? О! Хорошо, значит он выжил, это нам подходит. И он еще просил куртку принести ему. Я почти забыл, что надо было. Ух ты, у меня голода, когда это она успела? У-у-у-у, хлеб, да. Так, я в тот раз хотел начать всякое делать. Блин, тут сталкер себя вот это вот странно ведет. Все, причем. Включая вот этого неумеху. Так, куда это они целятся? Как будто вот там вот что-то за... Ой, я так быстро встаю. Ну да, я же перегружу. На самом деле достаточно давно играл, уже забыл, что тут к чему. Сейчас, бинокль не отказался, чтобы был. Что я понял? Что мне из артефактов, которые мне выдал Сидорович, по-моему, или волк, волк, по-моему, слизь не так нужна, как медуза. Ой, не медуза, а кровь камня. Кровь камня я буду использовать, так как я купил аккумулятор наконец. Хочу узнать, насколько его хватает. Мне кажется, тут изменили немного этот баланс. А вот... Ты что, на 5 килограмм больше, чем надо? Может, выкинуть рюкзак? Не рюкзак, а порт... А, эту куртку. Может, купить куртку, кстати? Куртку с противогазом надо будет. Вот этот 5 килограмм. Он настолько уже разбитый. Сколько он добавляет? А ну. 5 килограмм. А, ну все равно. Подожди. А. Странно. Он... Он сам себя компенсирует. Он добавляет 5 килограмм, но при этом весит тоже 5 килограмм. А, так это хорошо. Да нет, буду выкидывать. Дерево так явно сюда поставили, посреди дороги. Тут, короче, столько на самом деле вещей, которые надо не забыть. Что я целый список себе написал. Хотя, тут тоже есть как бы вот тут вот же просьбы. Вот, получается, от неумехи надо поговорить с доктором. Потом, о, Петрухину дружьё. Я думаю, можно будет найти его на Вагонию, там, куда я иду как раз. Потом Сидоровичу. Это как раз там, где ферма. Там, где плоти. Я смогу даже с ними сразиться. И если я, допустим, найду ружьё, потом с этим ружьём плоти можно победить. Поговорить с доктором. Ну и куртку заодно. И потом со свалки, когда вернусь. Ну, блин, я пока на свалку не готов на самом деле идти. Я хотел в этом выпуске записать прорывку той куртки. Чё тебе? О, выключено. О, аккумулятор. Можно, кстати, прямо сейчас для смартфона взять. Я потому что подумал, что я не хочу второго уровня отдавать за это. Если этому дать сейчас, то он потом починит. Но, опять же, книжка, это не так приоритетно, в общем-то, сейчас. Рюкзак. Это тот, который можно для тайника. Да, тайник. Ух ты, всего три тысячи. Прямо сейчас могу купить. Сколько она добавляет? Ого, до тринадцати килограмм. Это даже лучше, чем у меня сейчас. Но вообще вот это нужно купить приоритетнее всего, чтобы, да, ну, можно было однажды до бара дойти, потому что это с противогазом в ближайшее время единственное. Следующая из крутых, это долговская или военная. Так, аккумулятор я купил вроде, да. В тот раз. Дозиметр у меня тоже есть. Ну, там у меня цеплин уже. О, GPS даже. А, нет, это часы. Ух ты. Я в тот раз, когда играл, у меня ни одно... Ну, ни разу не продавались эти часы у Сидоровича. Но в оригинале, я помню, их покупал почти сразу. Ну, сейчас они не особо... Короче, не надо. Так, фляжка тоже пока не нужна. По сути, фляжка прилагается к противогазу. Это месте надо будет купить для этих пока нету. У меня, главное, четыре тысячи. Это круто. Это прям... Более-менее хватит на что-то... О! Спальный мешок. А бинокль, в принципе, можно будет на свалке купить. Нож вроде как мне выдал Сидорович. Ну, гранату можно продать. ПМ новый прям. Кстати, это, по-моему, тот, который лежит на... Лежал на АТП. У меня... Форд. Так не все новые. А, нет, один вот этот разбит. Вот это похоже с АТП. Хотя... Класс, так много всего. Может, там кому-то нужен был... ПМ. Ватериально надо продать. Разрешу тут лучше. Потому что... Хотя... Просто... Два ПМа это точно перебор. Мне и так Форта и моего этого хватит, если выбьют одно из рук. Один будет лишний. А разбитый, вот, конечно, он... Ну, Сидорович уже не покупает. Хотя сто рублей это почти ничего. Даже в НЛС. Сто рублей. Не, все-таки... Это ж ПМ. У меня два таких. Все, да, я продаю. Там никому никто не просил. Не. Все, продаю. Плохо. Хороший товар. Кстати, а почем у него водка? Ну, будет еще. Заходи. Три пузыря на артефакт. Ха. Да нет. Интересно. Я, собственно, пришел посмотреть, что мне нужно купить. Я хочу курт какую-то купить уже. Потому что мне устало... Мне устало... Бегать с... Перегрузом. Может, тут где-то есть куртка? О, меня, по-моему, кто-то ждаст куртку. Или я сейчас как раз возьму... Я жду, собственно, за курткой. Но не смогу добежать даже туда. Так, сталкер. Ну, я не хочу, чтобы вас убивали. Если вы на чеку, значит, кто-то нападает сейчас. Я думаю, все оправдал уже. Так, этот аккумулятор... Ой, ну, точнее... Канистру может дать. Она тоже пока не нужна. Блин. Куда бы сбросить вещи? На самом деле, украдут же везде. Тут же я забыл, что тут пока еще не настроено. Тут тайников, считай, нет в деревне. Мне артефакты не носить. Но я, пожалуй... Нет, нет. Хочу спрятать в контейнер, но я же ими буду пользоваться. Стоит уже вечер. Восемь часов, да. Успеть бы... Да, я, пожалуй, сбегаю, короче. Эти военные, там... Пойду за курткой, короче. И заодно, ну, надеюсь, найти там ружье. О, 9 патронов. Это вообще ничего. А для того, чтобы автоматное найти, нужно... Да, нету. Для автоматных нужно 10 бутылок водки аж потратить. А я их берегу для агропрома. Почему некоторые? Ух ты, да, солнце, действительно. Хотя, я не знаю, о каком солнце он говодит, если вечер уже. Уф, вау, закатно. Классно тут. Что я понял? Что туда, куда я иду, к вагону, там, во-первых, может быть радиация. То есть дозиметр вот у меня вроде как... Да, он уже повешен, подцеплен. Кто-то стреляет. А во-вторых... Уф, такой закат прям. Классно. А во-вторых... Туда ушли бандиты, как раз, которых я... Тогда вот, ну... Хочу сказать, освободил. У которых я освободил Шустрова. И я не уверен, что они не будут по мне стрелять. Потому что вот когда я по дороге там шел, то они на меня не нападали. То есть... А сейчас... Уф, классно. А в 13 же вроде как скриншот. Буду надеяться. Запись нормально идет. О, вроде да. Круто. Блин, я не могу так ходить. Надо куда-то сбросить вещи. Попробую, может, тут в этом... В вагончике. Все равно украдут это всюду, как бы, без разницы. Собака. Я забываю, что тут легче стало все. Что тут мутанты убиваемые. Что тут больше всего везде за все дают. Что-то совсем не нужно. Я выброшу здесь. Крайне мере, буду знать, откуда оно исчезло. Двух тролитра. А, ну у меня, кстати, не такой же большой... А, нет, 29. Да. Дробь мне пока не нужна. Но если я сейчас найду там ружье, то будет нужна, конечно. ПДА. О, я там, кстати, оставил ПДА на ремонт. Но я забыл. Ну, так вроде как все и так, по минимуму. Круто все заряжено. Да, надо было уже, конечно, тайник начать. Но для этого надо артефакты найти. О, это что, сталкер? О, Макс Маньяк. Это какой-то новый. И тем не менее, его обыскали уже. Я надеюсь, тут сейчас не появились бандиты. Странно, кто-то до него напал. Его тут не было. Ух, классно тут так... Ты шо? Закат тут такой классный сделали. Не буду бегать, значит. Там сейчас, кстати, какой-то вот... Так называемый Dead Air... Не Rethinking, а... Rebalance вышел. Ну, по-моему, вышел еще раньше. Ну, короче, просто обещают новую версию Dead Air. Все время, везде. И... Меня это заинтриговало по нескольким причинам. Во-первых, потому что, как бы, мне немного надоел обычный Dead Air. И просто, ну, хорошо знать, что это еще не полная версия. Он еще лучше станет. Потому что в этом чего-то не хватает, как бы. Тот, который сейчас доступен. И одна из еще, почему я рад буду... Этому. Это потому что Dead Air весит, ну, около 20 гигабайт. И я смогу, наконец, это удалить и поставить новый, как бы. Я даже немного рад. Потому что память освобождать, это всегда классно. Даже если ничего не планируешь устанавливать, особенно... О, вот этого дерева, кстати, не было. Я знаю. Я достаточно лет играл, чтобы помнить. А, ну, мне интересно, тут бандиты сейчас будут? Хочу, собственно, с болтами. Тут же еще кордон. Хотя, ну, тут электры, вроде, будут. Вот там вот. Вон. Вон. Там. Блин. Кстати, с вот этим и Акс сложнее, на самом деле, помнить. Ну, слышать, где аномалия. Вот я сейчас слышу где-то вот... Вот тут вот, как будто электро прям. Тут их не так хорошо стало слышно. И это мешает. А, вон. По звуку она, судя, вот тут вот прям. А, вон. На дороге. Ха. Ну, окей. О, сталкеры здесь. Круто. Хотя, я надеюсь, крестов пока еще нет. Тут будут, когда... Да. Когда сталкеры тут. Это не Петруха? Ли. Кстати, доктор, я так, ну, надеюсь еще, что он не ушел никуда, потому что у меня теперь миссия же от этого, от неумихи. Ну, кстати, вот тут можно где-нибудь оставить. О, Петруха все-таки класс. Я надеюсь, он тут еще проживет некоторое время. У него, кстати, ружье... Нет, он просит ружье. Точно, мне как раз уж надо будет ему его и принести. Канистру можно оставить. А, я ее тут же и нашел, главное. Да, надо бы начать тайник. И у Сидоровича оставлять, например, бутылки там. У меня, в принципе, ничего особо ненужного нету. Но 25 килограмм... Может, этот... Комбинезон снять. От него толпы сейчас меньше, чем пользы. Ой. Вреда больше, меньше. I don't care. Так. Все, пусть забирают. Короче, мне не важно, потому что... Я его даже продать не смогу. Так, там говорили в течение дня на эту куртку принести. Кажется, я опять мозоли натюр. Ух ты, 400. Вау, может продать. Честно говоря, хочется, да. Ничего себе, вот это цены. Да, я думаю, я хвостов собачьих еще наберу тысячу. И, блин, цены, конечно. И наводка на антирад одинаково интересна. И на контейнер. Контейнер. Да, это такая стандартная цена. Принкласс. Я так много себе... Что ты устал? Может, с артефактами? Не так много времени прошло. Я выложил, смотри. Как-то все в пределах. По-моему, даже у Сидоровича немного дешевле было. Круто. Так можно сталкером продавать, реально. Тут, потому что каждые 100 рублей на счету. Как бы, если на хлеб не хватит, то все. Так, ну я сохранился, да. Мне, по сути, надо сейчас пройти мимо собак и мимо кабанов желательно. Я канистру не выкладывал. Да, я еще вот это вот в тот раз думал, что тут, конечно, реально стало легче на собак нападать. Соответственно, я могу реально ходить прям в кишку зоны чисто на охоту, потому что там очень много всегда мутантов. И они теперь убиваемые хотя бы, потому что раньше надо было, блин, обойму высадить на кабана. А сейчас, допустим, если я найду ружье, то это будет очень выгодно. Если, допустим, одну собаку с одного выстрела, это прям классно, потому что если куда-то залезть спрятаться, то все. Они ничего не смогут сделать мне. Там, когда я снял куртку, то еще труднее стало бегать. У меня, главное, ничего нету из такого, из важного. Вот единственное, что получится водка, если 6, то это 3 килограмма. И контейнер с артефактами. Да, это из самого тяжелого, что у меня сейчас. О, мне сюда. Нет, нет, мне вот сюда как раз. Надо сейчас к... В сторону костра, короче, двигаться. Там есть такой костер классный, куда я каждую ночь хожу. Даже я от этого не боюсь сейчас... Задерживаться здесь до ночи, потому что... Тут реально очень как-то вот... Не знаю, я первый раз, я помню в НЛС, когда... Ночью решил пойти куда-то. Ну, я не мог уже спать, проснулся посреди ночи. И как бы думаю, ну, сохранюсь, умру, не умру. Лучше будет, типа. И дошел до вот этого костра. И тут классно тем, что тут всегда сталкеры появляются. И у них есть, ну... Они, короче, от кабанов защищают. И плюс у них еда новая появляется. И... Ну, с ними торговать просто классно. То есть я сюда ходил. От этого костра и до деревни. Это как мои... Такая моя основная дорога. И иногда артефакты в теории можно найти. Но мне не везло с этим. По-моему, тут пока сейчас сталкеров нету. Так, электро. Вот такое, посмотришь, что она вот прямо тут. Но она вон. О, сталкеры. Ха. Значит, сэкономлю еще на спичках. По-моему, у меня даже особо не было пока. О, он не зажег костер. О, зажег. Класс. Это чисто такое тоже. Чекпоинт, по сути. Бесплатный сейв. Тут кабаны всегда были. Тут, по-моему, вырезали. Я смотрю, тут изменился именно состав мутантов. Нет, от судьбы точно никуда. Вот там, допустим, после того, как выходишь из тоннеля с электрами, там тоже... Ой, не та кнопка. Блин, что я нажал? Ага. Надо забэкапить. Free Campfire. Что на роду написано, так оно и будет. Комар летать. Блин, так темно уже стало, конечно. Что-то это я заболеваю, что ли? Тихо. Это еще не хватало. Тут голос, конечно. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Да с книжкой толковой. И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Или брешут? Это много. Надо усидеть. Лучше поговорить. Нет, от судьбы точно никуда не стоишься. Что на роду написано, так оно и будет. Да, кстати, в два раза меньше все покупает. Интересно. Да, ровно. Тут, кстати, реально очень баланс такой заметно измененный. Уф, как быстро потемнело-то. Час всего прошел. Окей, мне сейчас нужно добежать до вагончика. И надеюсь, что там не будет сильно много собак. Кажется, пора менять батарейки к тому же. Да, наверное, все-таки надо было не снимать комбинет. С ним как-то, хоть как-то дотяжел... Ну, добыстрее. Реально, я забыл, что я хотел, потому что я... Ну, сильно много предметов. Я не могу вспомнить. God damn it. Что я хотел сделать? А, батарейки. О, так я же подбирал вроде. Тут я не увидел их. Неужели я их уже использовал? Они куда-то потерялись или... Я на... А я в кишке зоне. А-а-а-а. Я их не подбирал, потому что я не подбегал к грузовику. Точно. Там лежали в трупе батарейки и бутылка водки даже второй раз была. Но это как повезет. Блин. Они там, главное, ну, по-любому спаунятся. То есть это как... Такой способ сэкономить на этом. О, собаки. Темното как... О. Подсвет выключу. А то я мучаюсь тут. Перевиживаю экран. Я, по-моему, уже и прыгать не могу. Да, уже весь мой прыжок. На записи, наверное, просто черный экран. Да. Хотя, не, нормально, более-менее видно. Но я добавлю чуть-чуть. Так, а ну, сброшу-ка я куртку. Спасибо. Теперь... О, есть прыжок. Теперь больше. Круто. Вот между этими камнями можно застрять на всю жизнь. Проверено. Хотя, не, я между теми застревал в свое время. Это было эпично. Так, ну мне нужно убедиться, что собак нет. Прежде чем я. Вот тут. Сюда если упасть, то все. Ночью будет выброс. Окей, собака. Где ты? О, фак. Это бандиты, похоже. Так далеко. Пола настреливали в спину. Вообще, именно по-бандитски. Это, конечно. Так, ну я, благо, совсем рядом сохранился. И можно... Можно... Я увидел, что собаки под деревом. Я хотел на них начать нападать, чтобы они подбежали. Но... Можно начать с них, а потом подойти к бандитам, допустим. Конечно, может, надо было позже сюда прийти. Потому что, допустим, тому же шустрому куртку... Ну, не, он попросил пораньше. Может, в течение дня лучше сделать. Я просто хотел выполнить квест основной, чтобы начать как бы играть нормально. Так как я обычно играю, но... Так много заданий параллельных дали, что прям нужно быстрее еще что-то сделать. Ну, то есть... Там, на той стороне, допустим, доктора встретить еще какую-то посылку для Сидоровича. Этого всего не было раньше. Пойду, короче, собак начну. Ну, что же оно за выжигатель такой? Правда, он не... Как у нас тут светящийся прицел. Красиво. Так, короче, мне надоело. Под вот этим деревом положу куртку. Сумку. У меня ничего ценного тут нету пока, так что можно... Без нее. О, теперь бегать могу хотя бы. Уф. Услышал, когда было уже поздно. Класс. Да, как-то темновато, честно говоря. Может, лучше днем прийти сюда. В принципе, тут всегда были кабаны. Да, лучше просто более справа быть, как бы, чтобы чуть-чуть безопаснее было. Наверное, из-за этого. На самом деле, данные животные не состоят в родстве со всем известными тушканами. Хотя я весьма похожа на них. Что мне нравится, однако, что... Гораздо быстрее стала грузиться игра. Именно вот в этой версии, в третьем билде. До этого вот основной NLC у меня, конечно, грузился, я не знаю. То есть, я ставил запустить игру, и минут 20 можно к компьютеру не подходить, потому что грузится. Вот так сдохнешь, а никто и не почешется. Зря ты так, зря, зря, зря. О, хлеб, я не купил. Размяться бы. Прям из рук выхватил. Окей, еще раз. Теперь в эту сторону. Ну, блин, темно, действительно. Тело может подсветить экран. Сейчас надо... У меня тут, короче, на мониторе есть режим текст. Он контрастность повышает. Но он моргает. Если вдруг свет включить, то он сразу опять становится тусклым. И потом опять... Ну, короче, в фильме смотреть с таким невозможно, потому что он постоянно туда-сюда сверкает. Не очень. Кстати, говорили, если фоновая освещенность включать, но она и так у меня, по-моему, сейчас почти на максимум может. Но не то. Так, куртку надо будет где-нибудь тут спросить. О, вон там кто-то сидит уже. Я пытаюсь сейчас, короче, пройти мимо всех. Чисто до вагончика. На нем, кстати, вон там видно прямо отсюда. Там патроны лежат. Это то, что мне нужно. Так, короче, сбрасываю здесь рюкзак. Мне все равно. Потому что вот у меня даже оружие шатает больше, когда уставший. Так, сейчас надо очень аккуратно это все сделать. Блин, 9 патронов всего, я что-то не учел. Все, нет патронов. Блин. Так, два бандита. Окей. Ох, и разброс. 9 патронов, да. Короче, автомат пока можно не использовать. Я думаю, сейчас можно с обычного пистолета попытаться. Хотя, блин, это же бандиты. Это просто те же вот, которые с АТП ушли. И я надеюсь, что убийство их не зачтется за... Ну... Короче, в дальнейшем Боров, если узнает, что я тогда договорился с его бандитами, отдал им ПДА. Но потом напал на его же бандитов. Это как бы отменит квест. Я не хочу, чтобы так происходило. Вот это очень полезный совет, кстати, насчет того, что рюкзак сбрасывать и прыгать повыше. Прям реально таким открытием было для них. Ой. Вот эта кнопка. Лучше бы я сдох. Просто вот У и И. Две буквы. Две кнопки, которые... Вот У это выбросить рюкзак, а И это открыть рюкзак. И случайно выбросить можно. Противоположность как бы. У меня в этой... Моей в сумке вот этой вот подсумки. Ха. Так тут еще и... Еще и патроны. Вот откуда у меня их так много теперь. Окей. Так, надо купить хлеб, пока он еще здесь. Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Не может доставить хлеб. Что в арту написано, так оно и будет. Я сломал анимацию. Такой именно роется в рюкзаке. Так держку, я же ложил вроде. Кстати, мне надо поесть пирожи, чем... Блин. Они, конечно, вообще... Вот это... Вот тут уже как бы суть НЛС проявляется, когда... Тебя с одного выстрела... Убивают. Но это еще и к тому же, потому что у меня нету... Вообще никакого... Комбинезона сейчас. Тоже немного влияет. Кидаю пока. Не важно где. Хотя, блин, собаке так близко, просто я могу не успеть. Хочу добежать до камней хотя бы. Все, успел. Бандиты, по-моему, уже закопошились. Уф, там еще. Еще несколько штук. Это псевдособака. Она напала на кабанов. Да, тут, конечно, опасно. Блин. Так, ну они были меня отвлеклись, можно сказать. Да, бандиты уже там ходят. Ух ты. Ой, на них собаки бегут. Это интересно. Да. Как они так далеко? О, вот реально, там между мной ими еще забор сейчас. Может перейти сюда днем. И сначала патроны набрать, например. М-м-м. Ха, идешь в рейд на день, припасы бери на неделю. Это точно. Тут иногда не получается вернуться вовремя. Тихо, тихо. Звуки. Закурить бы. А то как-то не по себе мне. Нормально все. Купил? Я, по-моему, не нажал. Ага, купил. Все, я пошел отсюда. Короче, я шо решил? Шо, во-первых, мне нужен мой комбинезон. Потому что я с ним не так быстро устаю. Я зря его выложил там. Ну, его, скорее всего, разобрали уже. И, наверное, лучше идти сюда. Когда хоть что-то видно. Потому что я уже сильно устал. И из-за этого медленнее хожу. Плюс выброс ночью пройдет. То есть, допустим, я могу прямо сейчас лечь спать. И тем самым дождаться выброса. А после выброса, соответственно, можно уже идти и собирать артефакты. Может еще даже темно будет. Короче говоря, надо грузить с того момента, как я еще на кордоне был. Потому что... Мне обратно вот это идти сейчас, как бы, вообще нет смысла. И если рюкзак... Ой, если мой костюм украли, то тогда я точно зря сюда пришел. Ух ты! Очень классный вообще картина. Небо такое прям, ты шо? Сядь отдышись. Целься не спешу. Тут, если целиться долго, то он же потом... Ну, он же типа дыхание задерживает. Наоборот, шатает потом. Так что это не совсем совет актуальный. Так, сейчас, по-моему, часов 7. Если я правильно помню, я пришел вот сразу после того, как оно... В 6 даже, круто. Человек-пода. Итак, надо пойти убедиться, что Шустрый есть. И, может быть, даже прям сейчас пойти. Просто раньше пойти, короче, на это задание. О, круто, Шустрый здесь. Ура. И он мне, я так понимаю, дал уже задание, да? Журнал. Просьбы. Куртка. Да, я, короче, сразу иду туда. Я же ничего важного и не сделал. Просто, блин, время потратил тут. Хм. Так, всего по максимуму. Блин, у меня, по-моему, ни одного бинта и ни одной аптечки. Это прям... Фак себе. А что я хотел еще... А, я хотел лезть спать вообще. Ну, я вот хочу до ночи успеть за курткой сбегать. Блин. Те же вещи оставить. Так реально надоело каждые полшага уставать. Главное, у меня ничего такого даже нету. Такого, как бы, важного и нужного. Кто-то сталкера убило недавно. О, вон там кабан еще. Я бы сбросил рюкзак. Мне постоянно говорят все, что можно... Типа, небольшой предмет можно носить. Типа, он в руки берет его и несет. Но у меня ни разу такого не было. Что бы я не подбирал, выпадает сразу. И говорит, вот блин. Опа, мой. А, нет, сталкер таки есть тут. А, нет. А, нет. Там столько мутантов сейчас еще будет Я, конечно, не знаю, где... О, надо подойти к военному Да, о, я придумал Я, короче, сейчас постреляю по тушканам Потом... О, класс, патронов хватает Потом пойду к военному Попробую договориться с ним о патронах, ну, потому что может ему можно не... Ну, не только 10 водок А, допустим, там сразу поменяться несколько бутылок на патроны, потому что у Сидоровича, по-моему, только... Кстати, тут же написано теперь Только дробь, короче, говоря Угу Такой бесполезный Кому вообще дробь нужна? Не, ну, кстати Возможно, и придется попользоваться Когда сидишь на камне и тебя окружают всякие плоти, то на них не хочется Снайперские патроны тратить В том случае Даже есть толк Ну, не более, как бы Дробовик самое бесполезное оружие Вообще ни в одной игре я дробовиками не пользуюсь По возможности Если еще не понятно, у меня Прицел на экране Я даже в этот раз Не забыл приклеить Лайфхак Я всегда в каждом выпуске Объясняю, но мало ли Может кто-то смотрит Рандомный выпуск Если кто-то смотрит В общем Я кусочек скотча Именно такой Три миллиметра на три миллиметра Чисто квадратик такой Ромбиком приклеил на экран И на нем маркером точку нарисовал И оно идеально Как бы О! Триста рублей Не, на самом деле Двести двадцать стоит Голова Сколько тут? Нисколько Интересно Это был раненый тушкан Или я попал в голову Потому что Мне кажется ПМ обычно с нескольких выстрелов Их убивает А это было прям Круто О! Кстати Эти тут вообще пропускают По-моему Тут даже нет такого варианта Просто как бы Пройти Чего ж ты Сталкер Хочешь пройти Иди сюда Что тебя интересует? О! Новая Правда Сейчас Отдышусь Воспрещен Приветствую Мне подсказали Тут можно договориться? Подсказали Чего ты хотел? Патронов бы Сумеешь водкой достать? Договоримся Водки А патронов подкинете У меня юбилей Скоро круглая дата Хочу отметить по-настоящему Закуски валом А вот горячительного не хватает Сами не хочу Не могу смотаться Ибо служба Может принесешь мне бутылочек? Вообще сам факт Что военный ходит К Сидоровичу По сути Это так вообще прикольно Странно Все Все договорились Потому что выгодно О, а ну Будет чем поживиться И патронами И информацией Недавно Можно Колючку В кристальную колючку Приватить Короче, рецепт даст Окей, так Вон тут Оно написалось Тут Десять бутылок У меня столько Сделать Окей, я ухожу Знаешь что Может купить Обычную куртку Или найти Где-то Я помню Где-то тут Там кстати В тоннеле Сейчас есть Бенгальский огонь Ну не Сейчас все-таки Еще Мне предстоит Ночь пережитать Я забываю Что у меня усталость И что выброс ночью И Короче говоря Тут за один день Всю игру не пройдешь Как в оригинале Можно Десять бутылок Но это кстати Реально Если допустим Я наберу Где-то Бензин Хотя я не представляю Как это делать Но может можно Если я канистру возьму Допустим В кишку зоны схожу Может это Можно Так вот За нее Там дают По-моему Много бутылок Водки Прям Это как Один из способов Набрать Потому что Я не знаю Как еще Я помню Я в тот раз На Агропроме Чтобы миссию Выполнить И отдать водку То я тогда Даже Играл Там вот в эти Типа там Ну как это называется Там когда Кости кидают В общем У Стаса У этого Скучающего Кстати у меня сейчас Больше шансов Уже Оранжи Пришел У меня Комбинезон И Я решил Полностью С этими Патронами Быть Смешно Комбинезон Что у меня Дроби Так много И ни одного Дробовика Так быстро Голод А я еще Не со сталкерами Не торговался Похоже Колбасу Надо обычно Уберечь Потому что На обратную Дорогу Как раз будет Это по-моему Все та же Что я нашел В том доме Тут колючая проволока До конца Вроде как Тут правда Сейчас Кабаны Нападут Звук Странный Как что-то Выпало У меня ПДА Я еще Не отдал На ремонт Можно конец Тут оставить В принципе Денисильно Поможет В принципе Так О Вот этот Надо отдать Пистолет Он разбитый И он Сильно Тяжелый Да Заряж Ну не Канистру Я все-таки Не буду Пока Звук Как будто Из меня Выпадают Патроны Каждый раз Здесь я ничего важного не сделал Ну вроде Я сохранялся Как только пришел Задание То есть Это мой основной Был сейф И С тех пор По-моему Я ничего такого Ну я ПДА разве что Отдал Вот ту книжку Записную По-моему Вергасу Но это все Не критично Потому что Оно не тяжелое И как бы Я без этого Смогу Играть О Сталкер Вернулся Тут так красиво Вот эти вот Деревья Мне так нравится Конечно Вот эти вот Это же как елки Да? Интересно Тут реально Вот обожаю Это место Причем раньше Я в оригинале Его бы и не Заметил особо Что за черт? Затекла что ли? Черт Тихо-тихо У него цены По-моему Не очень Да Не очень Надо было Зайти на АТП Купить А Не Продать Продать хвосты Там хорошие цены Сейчас я тебе Кабанов Прималю И не будет Так скучно Пойду Пойду Короче Убью этих бандитов Легко Потому что Сейчас светло День еще Ран Все Я сбрасываю Рюкзак Мне надоело Рюкзак Уф Кисель Смотри Вот там Вон там Не докинул Вон Окей Вот там Ну и ладно Как ей так много Патронов И успела ударить Тем не менее Ну Сколько я не вижу Ничего Здоровья Там так На светлом Не видно Все равно Не смогу Ничего Тащить Так что О Можно Странно А где он ее Поместил Наверное В этот В сумку НЗ Или еще И куда-то А ну Не Нет Странно Ну ладно Я не против Патроны потратил Я Главное По собаке Два раза Из автомата Стрельнул Это очень Невыгодно Потому что Как бы Собаке В идеале Надо Выстрел Из калашникова Так Все Вот этим бандитам Конечно Конец Все Так Где он Ого It's fine Меня просто расстраивает Что вот я По-моему Только что Считай В голову Попал с Калашникова И Так мало Патронов Что как раз Не хватило И их Негде взять Пока Вот это Меня Немного Удивляет Что у Сидарвича Не продают Даже Калашниковых Я помню У Барвена Можно было На АК Патроны набрать И Ну понятно У Петренко По-моему У Долговцев У них Классно Выгодно А вот Я помню У Сидарвича По-моему Можно было Хотя бы На автомат Набрать Это все Очень Нелогично Вот эта пленка Она такая Конечно Типа Редкая Но от нее Вообще Настолько Бесполезный Эффект Просто Химический Ожог Это Вообще Штука Краймер В оригинале Ни одна Аномалия Ну По-моему Кисель Разве Что Это Единственное Отчего Она Помогала Ну Кстати В НЛС Это было бы Полезно Потому что В НЛС Кисели Невидимые Встали Все Короче Сейчас Подстреливаю Этих Бандитов С первого Раза Такой Типа Пистолет С услышителем Взял Сразу Меня не Услышат Собаки Ну Кстати Может Быть И так Допустим Если По одной Стрельнул То Вторая Типа Не Услышала Ну Если Бы Да По Логике Блин Патронов Нет Опять Кусают Те Те Же Главное Те Же Две Собаки А, я не могу, блин Надо бы О, я могу сейчас использовать аптечку Что это я? А, у меня нет аптечки Я забыл Мне просто интересно, как много выстрелов требуется бандитам На самом деле Есть Есть Все, класс Ха Не ожидал Калашников Блин, зря я, конечно, патрон оставил Ну, а как еще? О, я могу сейчас сюда сбросить что-то Так, у меня кровь, блин Не вовремя, ну, бинт надо спать А у меня нет бинта Нет Так, ну я не думаю, что оно исчезнет Все, так, я пойду за рюкзаком Класс Вот это вот удачное Причем, по-моему, я чисто Из калаша смог их пострелить Кровотечение сильное Сейчас как раз вот слизь пригодится Просто ее надо подцепить А для этого нужно открыть рюкзак А она в нем Сейчас, сейчас, сейчас все будет Терпи, меченый Он под тем, под третьим деревом Почти, почти Главное, чтобы кабан не напал Такое сейчас из ниоткуда Так, вот тут воронка Что красота тут, конечно, вообще О, вон мой рюкзачок Класс, вот это вообще удачно Можно даже сохраниться сейчас Так, и теперь слизь применяем Потому что у меня даже нету Реально, у меня нету сейчас А где мой аккумулятор? Я не купил еще аккумулятор Да ладно Хули факинь че Тут это глупо Я как раз говорил о том, что Типа, блин И что, реально нету Класс Сейчас умру от кровотечения просто Я говорил о том Что я на кордоне вроде не сделал Чего-то важного Не купил аккумулятор же как раз И не сказал, наверное, о том Что я задание выполнил Все равно сохранюсь Может у бандитов там Так Это смешно Реально Но тут не помещается Просто сейчас умру от кровотечения Слышу, у тебя может бинт есть? Они никогда не продают Ну, мало ли Ой, я же еще и не добегу туда Сейчас, главное, когда я вернусь Их там уже не будет Не исключено и такое Так классно, когда даже ходить нельзя Не то, что бегать Блин Тот факт, что у меня нету бинтов Это вообще Такого никогда не было Просто на каждом шагу кровь вытекает Это больно Сейчас я надеюсь, что у них будет бинтик И Может аптечка даже Что-нибудь через полу Так ничего делать Мне же надо сейчас залезть на вот этот вагон А в нем там еще будет Блин, у меня даже аптечек нету Чтобы, допустим, радиацию Когда выведут Короче, надо было просто аккумулятор купить Вот это я вообще, ну, не слежу Я просто после того, как я купил аккумулятор Я сохранился, но не забэкапился И поэтому Ну, короче, надо было еще и бэкап сделать Уже не важно Так, собаки прибежали туда Блин, уже здоровье меньше 30% Вот, зато у них патроны есть К моему оружию как раз, кстати Вот они меня В меня с него и стреляли Или это даже еще более крутой какой-то АКМ или типа Ух ты Это же гадюка А, нет, АКМ АКС Ох Куртка Это мне тоже надо О, вот и ящичек А, нет, это канистра Блин, ну вот восток Класс Там, короче, лежал Лежала канистра А он на крыше Этого поезда Там, короче, как раз ружье Вот я за ним сюда и пришел Короче говоря, надо С Вот этого Момента загружать Покупать себе Аккумулятор Да И тогда я смогу Лечиться без аптечек И плюс можно еще Купить бинт у кого-нибудь Например, кстати У меня сейчас денег же Лишних есть 4 тысячи Я могу Хотя бы пару бинтов купить Они там по 500 стоят По-моему Или типа того Да, кстати Как вариант О, там у них, кстати, куртка будет Это очень круто Потому что Даже Бандитская Лучше Моей Потому что У нее состояние было По-моему, нормальное Соответственно Я смогу Переносить хотя бы Там, ну Килограмм 10 Как максимум Там, не знаю Она, наверное, столько же Переносит Типа 13 килограмм Но у меня сейчас Вообще всего 5, по-моему Что-то будет даже лучше Итак Я, по-моему, даже еще Не сказал Волку Что я выполнил квест Не Выполнил Окей, да Он же мне дал артефакты Окей Пока, в принципе Можно не спешить Ну, кроме того Что надо До темна Все это сделать Канистра Еще одна Может быть Кто-то Все-таки Сбросит вещи Вот тут на крыше Есть тайничок Но его занимают Обычно Сталкеры быстро Опять Пдва Ну-ну Ага Книгу я ему отдал Все-таки Да, да Окей Классно, конечно Было бы Если бы у Зидоровича Этот ящик был доступен Сразу Не надо было платить Артефакт Каждый раз Потому что Вот этот разовый доступ За тысячу рублей Или сколько там Пять тысяч Или пятьсот тысяч Это очень Невыгодно Как бы Учитывая, что Это всего лишь Сундук Хабар Принес Я бы не сказал О, а, нет Батарейки, кстати Вот батарейки Мне нужны Ночью Потому что Без них тяжело Но сейчас Это не так приоритетно Итак У меня есть Десять тысяч Я могу на них Купить, кстати Куртку уже Пока еще есть Но Больше мне нужен Аккумулятор У него, по-моему Сейчас нет Аккумулятора Вау Такое бывает Интересно Это знак А бинты Почем? О, по сто рублей Чуток Тогда по-любому надо Да Круто Я что-то забыл Что они такие дешевые Точнее Они не были такими дешевыми В НЛС В обычной версии В этом билде Реально Цены изменились сильно Так, а почему у него Спички Пятьсот Да Так и было Пятьсот Бинты, конечно Да Ну я две штуки Пока возьму Неплохо Хороший товар Куртку больше всего хочется купить Я помню Так, но я могу в теории Ему продать даже артефакт Вот 9000, да Это больше даже чем у сталкера Вот слизь мне не так нужна Как кровь камня А с другой стороны Я могу поменять у него Допустим Три бутылки водки На артефакт Нет, это невыгодно Чтоб квест, короче Чтоб у этого Иметь возможность Потом патроны покупать Кстати Это достаточно таки прикольно Но Столько бутылок Просто 10 штук Мне И оно ж тяжело таскать Потом Это какие-то далеко идущие планы Конечно Но куртку очень хотелось бы Хотя с другой стороны Я сейчас найду У бандита еще одну И блин Мне аккумулятор все равно нужен Как бы Хотелось бы Ой, это на 2, да По-моему О, 5000 Круто И этот можно на 1000 Отдать А этот купить Прямо сейчас И с двумя ходить Вау Вот это реально далеко идущее Такое Вложение Потому что Это мне пригодится В будущем По-любому И батарейки заодно Да, тогда он мне возвращает 1000 У меня 10 тысяч Опять И я трачу 6000 Остается 4000 Аккумулятор стоит По-моему 7 тысяч Или куртку купить Может курточку Вот такую Самую Самую бесполезную За то Хотя бы Чтобы носить За 3000 Вау Вот это я прям сейчас могу Купить Все Да, вот это прям Хочется Обычную Может тогда Лучше вот эту Все вместе 15 Придется докинуть Слизь Тогда хватит Вот 9,9 Да еще там Вот это как бы Такой Ну нет Я хочу обменять Хотя Если я слизь Продам Мне потом И на аккумулятор Хватит Да пусть пока будет Тогда куплю Обычную куртку И вот так вот Все Все Неплохо Хороший товар Снова у меня денег мало Но зато Я более готов Прикольный вариант Вообще-то И можно Допустим Поменять Действительно Слизь На О Пересадить Куртку Для того Я купил Чтобы не уставать Так быстро 33 Но я все равно Перегружен Пока Куртку Он по-моему Не купит Да Это сделать Чтобы В компенсион Куда же Куда же Положить У него Мехи Вообще Продавать Торговать Можно О Не Вообще Ничего Не покупаю Так Это Надо назвать Куртка Потому что Я на нее Потратил Все деньги И надеюсь Что Она того Стоила Потому что 13 килограмм Это не так Уже много Но Сейчас Нормально Окей Все Погнали Я так и не смог Найти аккумулятор Но зато У меня теперь Есть пояс Аж на два Артефакта Это все Меняет Реально Я прям Смогу Теперь Точка Ой У меня Оружие Все еще По глупому Распределено Надо Вот это Сюда Это Сюда Один Можно Выкинуть Пыло Ну ладно О Этого Можно Торговать Ну а Нет Окей Все Короче Сейчас Я Быстренько Перестреляю Тихо Бандитов Это Будет Легко Вот только Что Я каким-то Образом Им Похоже По голове Задел Потому что Они Почти Сразу Упали Обычно Пока Когда По ним Стреляешь По корпусу Так сказать То О Класс Все Я бегать Могу Наконец-то Не зря Купил Куртку Значит За 3000 Это конечно Немного-много Но Учитывая Что она Супер Безполезная Но это Даже лучше Чем то Что у меня Было Так что Нормально В идеале В идеале Да Если бы У меня Допустим Лежала Допустим Лишняя Лишняя Медуза Которую Я мог Найти Там Вначале Либо Выверт Если бы Я смог Найти Из тоннеля Или Там Подобрать Короче Возле Перевернутого Грузовика С радиацией За них Я мог бы Допустим Продать их И купить Куртку С противогазом И тогда Я смог бы Идти Уже Прям Далеко Но Мне пока В принципе Не надо Я еще услышал Что тут Короче В агропроме Нету Теперь Ну Ее Условно Астма Называют Это Когда Дышать Нельзя Без противогаза В общем То есть В агропром Я могу Буду идти А уже В баре Понадобится Куртка С противогазом Соответственно Ближайшие Неслика Игровых Недель Мне противогаз Может И не пригодится Хотя Я же говорю В идеале Было бы Хорошо Ну Сделать Вот этот Квест Курткой И потом Пойти В сторону Свалки И заказать Уже Вот этот Квест У прапора На Ахнемет Чтобы Как раз Вернуться Сюда И по ходу Все остальное Сделать Кстати Вот не могу Вспомнить Тут С крысами Можно что-то Делать Ну Из них Выпадают Крысиные Дужки Или это В Dead Air Я уже путаюсь Так На верх Не надо Мне надо Сюда Вот тут Выгодный Ничего не продавал Сидел бы лучше Дома Первый Проходится Интересно Это лучшая Цена Да По-моему Больше За них Не дадут Так что Вот Тысяча Как раз Свернулась Класс 50 112 Ага Нет Это Прям Классно Это О 7000 Интересно Цены Классные Короче Какой-то Такой Промежуточный Сейв Вот этот Пистолет Который Тут Лежал Он Был Разрушенный Или Нет Я уже Не помню По состоянию У него Петруха А Мне еще Интересно Там Талкер Есть Атп Такое Конечно Культовое Место Действительно С него Игра Начинается И как бы О да Тут Пара Сталкеров Тоже У них Может Еда Еще Есть А Дома Так Было Придешь Вечером А баба Дома Шла На стол Неплохо Водка Приходится О Да Это Полноценный Кусок бы мяса Такой Здоровый Чтоб Прям свертело Скворчащий Сочный Кстати Три тысячи Это Не так Уже Много Я так Прикинул В принципе Если артефакт Реально Если Набирать Столько Артефактов Сколько Вульф У себя На стримах Полный Контейнер Насобирает Откуда Там На свалке И даже На кордоне То Если Каждый По 9 тысяч То Это Очень Выгодно Очень Много И Можно Реально Купить Кучу Всего Ну Тут Конечно Нужно Менять Артефакты На Бинты Тут Очень Дешево Стоит Их Можно Накупить Реально Кучу Пока Не буду Или Можно Вот Если Куплю Сталкер За 3000 У меня Как раз А У меня Две Бутылку Потом Поменяю Слизь Допустим Даже На Три Бутылки Водки У Сидоровича То Я Потом Смогу Патроны Тут У этого Покупать В ближайшее Время Я не знаю Где еще Можно Будет По-моему До пара Никто Не продает Именно Автоматные Патроны С пистолетом Как-то На свалку Идти Так себе Я недавно Тут тайничок Находил И Кстати Да Я слышу Вот Аномалии Я даже Не перегружен Класс Так хорошо Когда Петь Можно Хотя Я Именно Реально С каждым Разом Все дальше И все лучше Делаю И дохожу Единственное Что я Все еще О Это что Бандит Реально Куда Это он Идет И почему Это Наверное Один Из Этой Тусовки Но я Сохранились А потом Попробую Что-то С ним Сделать Потому Что Да Это Любопытно Он Там Не Ходил Такой Снует Это Тот Который У меня Пытался Куртку Украсть В 100 Раз Так Смешно Именно Вот Я ее Подбираю И он Прям У меня Ее Из рук Выхватывает Класс Так Классно Бегать Вообще О Хлеб Сейчас Куплю Сразу Съем Может О Так я могу Напасть на Этого Бандита У меня Конечно Сейчас Не особо А может Он на меня Не будет Нападать А ну Если Нет Сейчас Надо Поесть А потом Уже Холодновато Что-то Сквозняк Что-ли Конечно Мне вот этот озвучиватель Так не нравится Я прям Не знаю Почему Даже Не сами Фразы Какой-то Тон Тембур Не знаю Я очень Как бы Чувствителен Ну Во-первых Ко всему А во-вторых Звук Звук Это моя основная Форма Восприятия Мира То есть Через звук Вообще Все Точка Поэтому Когда голос У кого-то Мне не нравится То Прям вот Все Вот Оно Ничем Не компенсируется Чтобы этот Кто-то Не говорил Если он Звучит Плохо То Все Где Бандит Пропал Я слышал Тут Кто-то Говорил Что Ты Типа Кореш Ага То Собаки Там Да Так Неуверенно Ходил Вообще Ничего Не Хотя Это Не Охотник Был При Этом Мне кажется Да Это Тот Который ВТП Сидел Возле Того Костра Один Последним Все ушли А он Остался И он Так А ну Ладно Я пойду И не дошел Еще до Насыпи И Я к тому Что он Может На меня Еще не Будет Нападать Потому Что Это Как Часть Того Квеста Где Они Еще Помнят Меня Надеюсь Потому Что Не Хочется Даже Бандитов Не Хочется Без Этот квест Не Убив Никого Даже Прям Сейчас Не Хочется С Этими Бандитами Если Можно Это По сути Те же Бандиты То есть Я Сюда Пришел И Они Могли Не Начинать На Меня Нападать И Тогда Я бы Может Кстати Так И Сделать Может Если Я Уберу Оружие Они Не Будут Меня Стрелять Сталкеру Подбежали Эти Собаки И Это Потому Что Те С Которые Мне В любом Случай Придется Сталкиваться Оу 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 Это Как раз Тот Бандит Он Туда Пошел Ха Туда Все Его Нет Считай Там Сильно Много Кабанов Я Смогу Его Вещи Собрать А Вдруг У Него Будет Как Раз Оу У Него Дробовик Вау Это Выгодно Это Того Стоит Подожди Я Сохраняюсь Да Уж Только Кабанов Он Не Сможет Сам Отбиться Тушканы Всего Лишь Сейчас Они Пусть Его Добьют Ау Тебе Хватает На Глости По Мне Стрелять О По Мому Все Класс Все Умерли Он По Мне Конечно Попал Ну Такая Шальная Пуля Скажем Так Но У него Дробовик Я Как раз Хотел Дробовик Все Не Сейчас Окей Кабанов Не хочу Обыскивать Короче Подбираю Дробовик И Все Сейчас Даже Обойду Его Тут Нет Радиации Мне всегда Казалось Что Прям Так Фонит Что Прям Страшно О Вот Дробовик Есть ПДА И Даже Еда Класс И Он Заодно Убил Всех Кабанов Блин Надо Будет Сейчас Сохраниться Прийти Сюда И Еще Потом Это Посмотреть Есть Ли У них Копыта Что Сначала Да Уже Такое Было Опережение Только Что Не Обоснованное Как Будто Эта Собака Была Истребитель И Надо Типа На Три Корпуса Вперед Стрелять О Этот Полез Обыскивать Собаку Класс Я Так Раньше Так Получилось У меня Есть Дробовик Так Псо Ты Там Собираешься О Все Вот Это Удача Реально У него В руках Ничего Ценного Особо Не было Ну Бутылка По-моему Да Там Была Или Что Такое Я Уже Забыл О Ух ты У него Калашников Интересно О Душкана Подстрелил И Сейчас Еще Собаку Класс А лайф Это Такое Вообще Это Классно Когда За тебя Все Делают Тут Только Что Бандита Убили Кабаны И Он Убил Кабанов Самое Главное И Они Они Сейчас На Меня Не Напад О Там Псевда Смага На него Напала Holy Fucking Shit Это Не Очень Тихо У меня Здоровье Уже Отнимается У меня По-моему Кровь Не Не Так Чтобы Сильно Но Я Все Рано Забинтуюсь Ой Я Не Могу А Да Потому Что Не Подцепил Так Так Надо Бэкап Предыдущего На всякий случай Перед Бандитом Ок Теперь Сохраняемся После Бандита Так Сэнд Пишется Через А Или Через Е Я уже Не Помню О Он Справился Там Ух ты Так Это Значит Что Он Псевдособаку Подстрелил И Почему То Забрал У Ничего А Это Не Он Стреляет Он Переманил В Сторон Он Обыскал Тушкана Все Так О Я Думаю Эти Кабаны Никуда Не Убегут Поэтому Я Пойду Сразу Сражаться О Все Ты Собак Все Так И Попасть Так По Ком То Я Успел По Нем Попасть Так По Нем Тушканы Нападают Похоже Мне нравится Что Они Умудряются По Мне Еще Стрелять Перед Тем Как Ну То На Нех Атакуют Их Там Со Всех Сторон Тушканы Кусают И Он Тем Не Менее Предпочел В Меня Стрельнуть Как Б Приоритет Так Вот Это На самом Деле Немного Не Прикольно Потому Что Бандиты Теперь В Более Выгодном Для Них Месте Они За Камнями И За Кустами В Сном По Нем Трудно Будет Попасть Не Видя И И Все Бдапсо Было Классно Конечно Если Хвост Был Тут Мутанты Такие Слабые Что Теперь Один Бандит Трех Кабанов Может Победить Раньше Так Бы Не Было То есть Это Основная Такая Разница В Балансе Интересно Я могу Дробовик Положить Допустим Сюда Ага Я зато Могу Вот так Допустим А это Тут Сюда И Теперь Блин Класс И плюс Я сейчас На вагоне Еще Один Дробовик Найду И Как Раз Отмогу Отдать Один Петрухе А Второй О Я пойду Сначала Кабанов Обыщу Ну А второй Себе Естественно Сейчас Они По мне Попадут С Огромного Расстояния И Мне Кстати Тоже Надо Натянуть Так Подходить К игре То есть Я могу С вот Такого Расстояния Допустим Уже По ним Стрелять Хотя Они Не стреляют Значит Не надо Так Облучусь Вот тут Надо Решить Просто Стоит Ли Облучение Если У них Будет Пять Копыт То Стоит Сейчас Вижу Что Не Стоит А ну Возможно Ли По ним Попасть Вот Прям Отсюда Я не слышу Что он Там Говорит Окей С такого Расстояния Значит Можно Стрелять Когда Мне Говорят Что Типа Ну Во-первых Всегда Досат Говорит Что я играть Не умею Это Как бы Это Я уже Привык Но Еще Про этот Мод Не верят Что он Сложный Как бы Ну вот Как бы Бандит Один С одного Выстрела Убивает У меня Полное Здоровье Было Даже Ну Почти Ну К тому Что Да Такой Тут Баланс Кстати Я их могу В теории Не убивать Потому что Получается По сути Сейчас А да Если они отойдут И я смогу Подбежать К вагону Мимо них Но я не смогу Потому что Они по сути Переграждают Путь Может Сделать так Что Катя Помог Может Сейчас Не Не подходить К ним И подождать Пока Он Не Он Еще Должен Вернуться Вот Он Идет Собственно Сейчас По Аккумуляторчик Окей Короче Говоря Кабанов Можно Не Обыскивать Это Выяснилось По Кому Они Стреляют Интересно О Их Там Ранят Хорошо Так Ставят Ушканов Скорее Все Они Еще Не Успели Подбежать Уф А Собаки Ничего Ж Не Видно Тут Место Не Удачное Ух Собак 10 Штук Да Все Нет Бандитов Можно Рискнуть И Запрыгнуть На Кам Помню Что Тут Был Где Так И Семь Да Это Было Глупо Конечно Сбоку Зашел Конечно Надо И мне Зайти Сбоку Пойду Короче Я Мимо Камней Сейчас Поверху Там Потому Что Немного Лучше Видно Тут Сильно Много Кустов И Деревьев Конечно Я Даже Не Знал С Какой Стороны Они Могут Подойти Но Тут Конечно Все Рано Так Красиво И Вот Именно Мне Нравится Такая Местность Просто И Допустим Почему У меня Сталк Не Ассоциируется С тем же Сериалом Чернобыль Потому Что В нем Мало Именно Таких Растительных Мест Таких Обычных Сталкеры Припять Появляются Считай Это Последний Уровень Последний Босс Можно Так Сказать То есть Половина Игры Проходит Тут В такой Деревенской Местности В лесу Считай Поэтому Она Больше Так С природой Ассоциируется Игра В целом Да Эти Бандиты Конечно Опасны Вот Я В тот Раз Победил Их Потому Что Я По ним Попал До того Как они Успели Стрельнуть По сути Я не Должен Дать им Даже Выстрелить Ни разу Они Уже По мне Стреляют Собача Как-то Набежала Уф Это Тоже Тут Все Вижу О Есть Патронов Нет Три Патрона Окей Слышал Он Перезарядился По-моему Все Я не слышу Они не может Ну вот Настолько Тихо Перемещаться Да Одного Из бандитов Не загрызли Как раз А поэтому Я попал Даже Несмотря на то Что Не по голове Но Сработало Класс Я даже Могу Вернуться И сохраниться На всякий случай Так Так не вовремя Все Патроны Заканчиваются У меня У меня дробовик Есть Надо уже Привыкать К нему Блин Как же Круто Получается Все 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 Да Нету Бандита Можно Да Я пока не буду Рисковать Попадаться С собаком Поэтому Я сейчас Пойду Сохранюсь Пока Сталкер Там Разжег Костер Для меня Так Все Складывается Удачно Не влечу Пожалуй В воронку Сейчас Еще У сталкеров Ну Бандитов Пособираю Что-нибудь Потом Надо Запрыгнуть На Вагончик И там Еще Одно Ружьишко Взять Класс Короче Миссия Выполнена Хоть Одна За этот День Пока А Я Забыл Нажать Ну Все Как говорится Вы хотите Сказать Что уже Темнеет Восемь часов Угу Темно В тот раз Я только вышел Восемь часов Да тут В принципе Все близко Я на самом деле Подбежал И все сделал Быстро И Мутанты С бандитом Тоже быстро Разобрались Кстати Уже привык Что у меня На пятерочке Пока Второстепенное Оружие С биноклем Будет Потом Перестраиваться Надо О это что У него Ружье Не Так Это какое оружие Оно я хочу Просчитать АКС 74 А я с таким В оригинале Хотел сказать В моей основной игре 55 патронов Это очень много Это вот столько мне этот полковник даст За 3 бутылки водки Самое время дробовик использовать Начать Или нет А ну, у меня разбитый вообще Ммм, да, конечно Ну, для дробовика совсем не важно Состояние, потому что Этот тоже разбитый, конечно Мой получше Ну, жалко, конечно Но зато патроны Причем очень много Класс Что все Стоит ли с собаками связываться Нет, так Надо найти второго Бандита Понимаю, он где-то вот там Где вагон И сейчас еще на вагон Надо запрыгнуть на сам У них тайничок еще Так Так Окей Она сказала, что нападать не будет По-моему Текстура Лишняя Вот это Вот это то, что я ищу По-моему Хотя выглядит как Канистра Получусь Я не хочу облучаться И мне сейчас Шон Шустрый объяснил А ну Может тут написано Потерял куртку Описал туманно Возле поваленного дерева Что вблизи от тоннеля Железнодорожного Поваленного Это на той стороне Я как раз таким образом Могу перейти туда И там поговорить с доктором И взять на ферме Вот эту вот Всю штуку И таким образом Вернуться И сделать сразу все задания Не идя на свалку Вариант Сначала я хочу залезть На этот вагончик Потому что на нем Вон лежат Много дроби Короче О, надо вот тут Попробовать Лестница же А ну О, о Получилось Все Пойду Так тяжело Что тут Высота прыжка Вот 10 сантиметров От земли Хотятся Насколько я понимаю По всей Длине насыпи Здесь Нет такого Что Допустим Там в середине Нету Это обидно Ну а я могу пока Сбросить дюкзак Для эксперимента И Смотреть Как далеко Я тогда допрыгну О, нормально Да даже С полным прыжком Не особо получается О, есть О, наконец-то Так Ой, вот и бандит Как раз Вот блин Вот блин Ой, я их сейчас Так и сброшу На эту сторону Вот блин Вот блин Так Мол так Я не знаю Как еще Вот блин Вот блин О, есть Все Тут правда Еще ружье было Но Да Нету Странно О Может Его подобрал Один из бандитов Возможно Он сработал Я смог их От Отодвинуть Сбросить Как раз вниз Тихо-тихо Можно пока Канистру сбросить Чтобы не быть Перегруженным Буквально На минуту Так Тут радиация Начинается Ау Класс Я так Так все смог Сделать Вообще Так смог Да Бери Обе А вот это Я прям Не хочу Брать Ну 2 килограмма Ладно Так Так Переходить Постер Оттуда Оттуда далеко Одним Куртку Нет Нет Литров Да Короче говоря Сейчас Только куртку Возьму И вернусь Мягко говоря Будет дождь Окей Так Ну Я же И собак Тут нету А может я уже обыскал Того бандита И вот этого нету, да? Да Фак Вот это невыгодно, потому что у них так много патронов было И Так И я теперь даже не могу загрузить Вот это конечно самый бред на самом деле Что нельзя Ну, после загрузки в трупы пропадают Но это конечно специально, чтобы нельзя было там Случайно из них предметы добывать и все такое Но если я уже обыскал и Да уж Это тоже НЛС как бы Это как бы было сильно хорошо, чтобы быть правдой, как говорится С такого расстояния попасть из дробовика это смешно Надо еще раз, значит, загрузить до того, как бандиты умерли И еще раз их убить придется, похоже Иначе я не представляю, как Короче НЛС О- О- Продолжение следует... Вот, вот, блин. 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 Жалко, что бандитов нету, конечно. С другой стороны, у них не так уже много чего-то такого было. То есть, по сути, только из самого полезного патроны. И то только один раз. Второй раз даже не восстанавливались они там. То есть, это, в принципе, восстановимо все. Да, ничего страшного. Живем дальше, как говорится. Бросить тут что-нибудь. Сейчас бежать придется. Канистру можно пока пусть лежит прямо тут. Все, короче, побегу на это дерево. Там. Запрыгну, по-быстренькому подлечусь. А вот и куртка. Я уже подобрал даже. Так, тихо, тихо. Антирад надо использовать быстрее. Использовать один. Вау, можно сразу два. О, есть. Немного. Только здоровье сильно потратилось. Да, кто-то сейчас умрет, кажется. О, не, нормально, кстати. Фора классный, конечно, пистолет. Радиация тут, конечно, очень сильная. Надо было с дроби стрелять только что. Я так отвык, что дроби вообще может быть полезен, что я им никогда не пользуюсь. По сути. Так, у меня процентов 10 в здоровье. Нормально, в кавычках. Ой, а куртку подбежал, круто. Подбежал, подобрал. Так, там тут сообщение. Ну вот. А я как дурак в аномалию за вывертом полез. Не нужны выверты. Так, тут могут быть, кстати, артефакты. Именно, знаешь, вот типичный сталкер. 10% здоровья. Только что облучился. Аптечки нету. Только что с собаками сражался. Кровью еще лечет. И думает о том, как артефакты найти. Читая новости об артефактах тоже. Так, надо, наверное, бинт использовать. Хотя, у меня явно сейчас не из-за крови проблемы были. Да, уже аккумулятор сейчас бы не помешал. Знаешь ли. Да, обратно не хочу лезть за... По той же дороге, потому что там слишком много радиации. Антирад, конечно, классный. Он полностью ее вывел, но... Она успеет меня убить просто. Радиация, знаешь ли, не просто так. Она в реальном времени повреждает здесь. Блин, я уже ходить не могу. Какие-то бинты спонсил. Потому что это все, что у меня есть. Вот сейчас бы, если бы я взял... Смог купить аккумулятор, то я бы сейчас приложил к себе... Жгучий пух, хотел сказать. Ну, этот. Кровь камня. И она бы меня вылечила достаточно, чтобы хотя бы... Не умереть. Сейчас, в принципе, терпимо. То есть я могу доползти куда-нибудь. Еще не все потеряно. Вот если кажется, что сейчас вот это вот уже все, то нет. Не в НЛС. В НЛС вот это вот основное... Это как норма, короче говоря. Основная игра такая. Собаки окружают. Я еще кто-то из-за того, что подобрал куртку и... А, нет. Я канистру не брал, кстати. Надо будет за ней сходить отдельно. Туда ходить, в принципе, не тяжело. И дробь надо будет дособирать. Хотя у меня хватает и так. Но. Куда я, собственно, иду? Меня же даже там ничего не вылечит. Я так иду, как будто меня там что-то спасет. Но там ничего нет. О, я все чекаю. И тут аптечка сейчас будет. Я просто в шоке в таком буду. А, нет. Как не разби... О, разбивается. А, он пустой. Да, это тоже суть НЛС. Окей. О, зато если я сейчас доктору встречу, то... Мне не надо будет потом его искать, непонятно где. Я, собственно, вообще не представляю, куда он... Девается после того, как... Отсюда уходит. И я слышал, что тут где-то в туманной чаще, короче, есть какая-то пещера, стрелка. Может, там он обосновывается после этого. Других вариантов я не представляю. Блин, класс. Я еще и выжил. У меня как раз есть колбаса, сейчас можно будет пройти обратно. Но вообще, в идеале, мне сейчас заглянуть на ферму. И там взять какую-то посылку для Сидоровича, чтобы заодно ему занести. Он, может, за ней что-то даст. И теперь у меня есть ружье. Правда, у меня только одно, и я Петрухе пока не хочу его отдавать. Потому что от мутантов, ну, классно с ним ходить. Сейчас будет обидно, конечно, если доктора нет. И, скорее всего, его уже нет. Потому что он очень недолго здесь задерживался. Он, скорее всего, уже ушел. Хотя я сейчас бегу, кстати. Непонятно. Это шифт нажат. О, доктор! Класс. Я заодно сохраниться могу даже. Не самое идеальное. О, интересно, может он подлечить может даже. Было бы так уместно сейчас, доктор. Как себя чувствуешь? Вспомнил что-то? Все нормально, все. Ага. 5% здоровья. На север знакомая фраза. Ну, а где за задание от Неумехи? Неужели оно не взялось? Подожди. Просьба от сталкеров. Толик, куртка, ружье, Сидорович. God damn it. Я что, не поговорил с Неумехой все это время? А доктор-то еще здесь. И как бы... Блин. А, ничего. Я могу, в принципе, по тоннелю с аномальными пройти. В крайнем случае. А сейчас, наверное, все. Наверное, все. Доктор, не желаешь меня подлечить? Я даже сохраняться не буду, потому что, блин, я так все сломал. Я просто мог... Там Неумеха стоял же, и он ничего особо не говорил. А, я... Да, я не успел просто это все сделать, потому что... Сталкеры только сейчас начали со мной говорить, и у них задания появились только сейчас. И я с Неумехой думал, что я поговорил, но я потом не сохранился. И из-за этого пока еще ничего не могу делать. Еще и ночь такая. Тем не менее... О, кстати, а вот эта куртка, которую он мне дал. Может, она лечит. Там была куртка, которая заживляет рану, но это не здесь. Это, по-моему, дальше там. О, плюс... А, плюс 23. Плюс 15 килограмм. Тоже неплохо, кстати. Вау. Разрыв плюс 30 неплохо. И главное, что чуть больше нести позволяет. Пока, конечно, можно потом нести. Так... Вот самое обидное будет, если я вернусь сюда потом через тоннель с аномалиями, а доктора уже не будет. Важно, что бандиты, конечно, исчезли. Надо будет еще раз загрузить, может, тот сейф, в котором они еще живы были. Потому что таким образом я смогу еще раз их убить и подобрать кучу патронов, например. И знать уже, что радиация очень мощная, и не идти сюда без аптечки. И может быть, даже еще раз придется перепройти все это с самого начала. Потому что, как говорится, это НЛС. Так, где-то здесь, короче... Я так понимаю, оно прям в самом конце фермы вот той. Именно, чтобы по-любому надо было мимо плотей проходить. Так, где от них спрятаться можно? Так, я вижу электру, но я не вижу воронки. О, прям тоже. Окей. Ух ты, а здоровье-то восстанавливается. Интересно. О, прыжок есть, окей. Я тогда могу сейчас залезть на трактор, в крайнем случае. Кстати, надо сбросить рюкзак. По-любому. Бег, конечно, не работает, но хотя бы... Может, на пенек запрыгну. О, да. О, если я до сюда допрыгну, то это все, я безопасностью буду. Тихо, тихо. Блин, сполз. О, все. Все. Класс, получилось. Я слышу, уже плоти подбегать. Темнело еще так. Я не знаю, как их еще приманивать. Приходите. Я готов. Их слышно уже, но боятся. Застраяли в двери. Класс, такой закат еще. Уже аж прям звезды появляются. Уже часов десять. Да. Кого там убило? Сидел в подвале. А тут, например, как медуза за спиной зашипела. Чуть не... Испугался. Каплей по кумполу стукнул один раз. Вау. То есть артефакты появляются прям так. Это интересно. Так, короче. Они сюда не бегут. Надо, значит, на эту машину попробовать запрыгнуть. Потому что мне в любом случае нужно сначала их убить, а потом уже пытаться подобрать, что бы то ни было. Эй, плоти. Вот че, когда не надо, они бегут прямо через весь кордон. А когда их пытаешься позвать, потому что они видят, что я наверху, не выходят. Уф. Патроны-то закончились. А. Да. Я же без ничего. Рюкзак остался вот там лежать. У воронки. Короче. Буквально нечего терять сейчас, поэтому я их позову прям так. Мне кажется, они сломаны. Мне кажется, плоти так бы себя не вели. Все, патроны закончились. Окей, короче. Я не боюсь уже. О, еще один бензин. О, еще один бензин. Я знаю, это, конечно, не честно, но... Я не... Ну... Не моя проблема, что... Они не работают. Между тем, патроны закончились. Но я не думаю, что та прибежит. О, вон еще одна. Окей. Так, а где контейнер тут, может быть? Может, тут эта канистра и есть? Это то, что мне надо взять? Не, не думаю. Кто-то говорил что-то насчет того, что в ферме могут быть канистры. О, сталкер. Фимозоркий. Ха. Ха, ящичек. О, по-моему, кстати, он мне и нужен. Сейчас, подвинься, плоть. Вон. Ау. Да, это тот ящик, который мне нужен был. Я, кстати, так и сказал, что он будет в самом-самом конце тут. Короче говоря, плоть у меня не атакует. И я этому рад. Соответственно, сейчас надо пойти просто взять рюкзачок. И прийти сюда как следует. Блин. Это все смешно, на самом деле. Что плоти такие бесполезные. Я могу сейчас понабирать у них глаз. Обычно они достаточно опасные, честно говоря. Они прям тут с одного удара могут убить. И кровотечение там вызывают еще что-то. Но... Да. В данном случае все нормально. Прыжки, кстати. Искоряем перемещение скорость. Ну что, время от дробовика пришло. Никаких больше нет патронов. Я теперь чисто охотник такой. Сейчас надо этот ящик еще взять. Пятьсот килограммовый. Блин. За доктора так обидно, что я не взял задание. Но я не хочу все перепроходить сначала. Потому что опять придется с теми бандитами сражаться. И плюс нет вероятности, что вот тот второй бандит не нападет. Я не думаю, что его опять мутанты атакуют так же успешно, как в тот раз. По плоти не буду сейчас стрелять. Она не нападает, значит и я не буду. Ящик с консервами. Сколько он весит? Интересно. Очень комфортно возле плоти рюкзак открывать. 16 килограмм просто. Одному надолго бы хватило. Но народ тоже жрать хочет. Прикольно. Его нельзя использовать. Можно ему что-то сбросить. Кстати, да. Вот у меня ПМ не нужно есть. Я, пожалуй, скину. Чисто. Ну, просто. Чтобы избавиться от ПМа. Ну и как бы типа. О, ну это пустая канистра или с бензином? Потому что мне уже все равно. 20 килограмм, 30. Сколько там? Тихо, тихо. Так оно. С бензином полное. Класс. Я все еще могу ходить. Я в шоке. Сколько у меня килограмм? 50. Под 50 точно. 16 плюс 8. И плюс... Да, 60 килограмм всего лишь. Это в оригинале был предел такой. Классно. Я вспоминаю, как я, короче, из... Ну, забытого хутора через свалку. С этой. Тоже перегруженный шел. С черной меткой. И она просто... Я же не знал еще, что это такое. Я его выкладываю. Оно появляется. И здоровье все время не восстанавливается. Думаю, это что такое? Я лечусь, лечусь. Здоровье все меньше и меньше. И как бы это в то время, когда еще и мало информации про мод было. И я не знал, что это за вообще такая. Это глюк, думал какой-то. Выкладываю, а оно выпадает. И у меня перегруз был. Ну, то есть вот сейчас вот у меня, допустим, не хватает. 2 килограмма до 60. После 60 он, по-моему, вообще ходить даже не может. И вот я точно так же нес какой-то огнемет или еще что-то, что, короче, ну, нужно было дотащить. И каждый раз, когда я выбрасывал эту метку, я мог ходить. И вот я пробегал метр, она опять появлялась. Потом опять открыл, выкинул, пробежал. Открыл, выкинул, пробежал. И так до самого кордона, до самой деревни топал. Кстати, сейчас можно сохраниться возле доктора. Вот это я... Как вообще? Я в шоке, что у меня хоть что-то получилось. Так, вот это, по-моему, тот же самый, да? No bandits, да. А вот это перед бандитом. После бандита life... Alive is God's end. Окей. У меня с тех пор, короче, не было никаких квик-сейвов. То есть, сейчас будет самый... В общем, ничего не потеряю, если сейчас сохранюсь. И это хорошо. Классно, что у меня на самом деле здоровье сейчас не отнимается. О, плоть. Уф. Если она ожила, это мне не подходит. Потому что... Она же до сюда может добежать. На самом деле, я же говорю, они опасны. Это мне повезло, что они... Заглючили. Если бы я еще, конечно, поговорил тогда с неумехой. О, кабан спит. Поговорил с неумехой и взял задание для мази. Он, по-моему, какой-то рецепт для нее дает или типа того. Сейчас придется колбасу отдать. Но ничего страшного. У меня есть охотничая колбаса вместо этого. Ходить даже не могу. А, нет, это из-за прыжков. Окей. Самое смешное, что я даже не смогу сейчас подлечиться. Потому что Сидорович лег спать. И только у него аптечки есть. Я просто сейчас приду в лагерь и все. Я в шоке. Короче говоря, радиацию не советую подцеплять никому. Я в шоке. Вот тут сейчас мне попригодилась армейская аптечка, кстати. Может, у них есть где-то ящички. Вряд ли, но ману ли. Так, на. Закусончик. Вот это удобно ходить так. Играть. Я, по-моему, еще канистру взял, да. На. Я сохранюсь, тем не менее, сейчас тут, потому что это смешно. После выброса надо будет сходить. О, а там что-то светится так интересно. Как артефакт. А, нет, это возле АТП. Этот. Угу. Такое было уже. Не желаясь поторговать. Нет, ну жалко. Темы. Так, надо будет к доктору сходить после того, как выброс пройдет мимо тоннеля и там попытаться еще подобрать артефакт. Сейчас дам тебе по голове сначала килограммом ваты, а потом килограммом железа. А там посмотрим. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха. Ёлки. О. Военный еще лучше сказал. Ха-ха. Блин, там у одного бандита еще водка была. А, нет, я по-моему подобрал. У меня сейчас, по-моему, 7 бутылок. Мне сейчас некогда смотреть. Тернат, кстати, классный. Сто процентно убрал радиацию. И. Блин, если бы я еще так долго не задерживался возле этих. Путих. Нет, я максимально быстро его применил. С аптечкой просто надо было идти. Так вот ночью, кстати, я тут не ходил. Если сейчас набудут тушканы, то все. Блин, а Сидорович-то спит. А мне надо ему отнести, и все. Единственное, что не ему, это вот куртка, собственно, которая на мне. Шустрому. Может, он даст мне за нее аптечку или типа того. Я надеюсь, потому что иначе вообще непонятно как. Ночью, кстати, очень классно. Мне всегда нравится ночью ходить, потому что оно на самом деле, ну, звуки, понятно, атмосферные классно, но при этом не так уж и опасно все. То есть все, по сути, то же самое. Там даже те же аномалии там всегда видно и даже меньше как будто мутантов. То есть обычно там пугают, что ночью в зоне это там самое страшное время, но не. Оно норм. Ну так особенно, когда от костра до костра бегаешь, то нормально. Будет еще канистру взять. О, кстати, канистра. Можно у одного из вот этих сталкеров как раз. Темнота такая. Такое прям небо классное тут. В НЛС обычно не так четко все. У меня патронов один. Даже не смешно. Окей. Один патрон. Куда мне его? Я, кстати, даже не только что такое думал возле доктора перезапускать игру, но тут нельзя один патрон по назначению пустить. О, вот там. А, это, по-моему, вот эта снежинка. Я помню, что-то кто-то где-то говорил про снежинку. О, тушкан. Нож сработал. Я не знал, что это возможно. Пинт? Нет. Аптечка? Нет. Эм, все. Самое время отрезать голову тушкану. А! А! Так вот. Что я решил? Я решил еще раз убить этих бандитов. И таким образом... Да. О. Ммм. Блин. Просто если я перейду на ту сторону и поврежусь, то я в любом случае ничего не... Похоже, мне придется опять сначала это все пройти. Я хотел за этот выпуск именно... Ну, вот эту куртку принести ему. Потом пойти на ферму вот это взять контейнер. Потом у доктора поговорить. Потом на свалку пойти. И все это сделать за 20 минут. Ну, вот. Я все еще на первом квесте. Я не знаю, как это сделать еще. Ну, да. Вот этот квест с доктором, в принципе, не обязательно. Просто если он пропадет, то я потом реально не представляю, где его еще искать. Поэтому было бы желательно... Может, еще раз. Или нет. То уже потом, в принципе, да. Наоборот, кстати, хорошо, что чуть-чуть позже я это сделаю. У меня вроде уже есть... Ага, нет. Еще не сложил. О, там как раз у того бандита собаки бьют. А я сейчас смогу второго подстрелить. Еще пока есть шанс. А, блин. Есть шанс, говорю. Так, сейчас. Как говорится, секунду. Хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Малоизвестный факт. Мало того, что я... Ну, например, вот лето сейчас, да. Вентилятор обычно работает все время. А я не могу включать, потому что его сильно слышно на микрофоне. Соответственно... О, во мне стреляют там на фоне. Поэтому без вентилятора. Но при этом еще и окно рядом. То есть я, соответственно, не могу еще и окно... Короче говоря, мало того, что вот это вот... По четыре часа стримы, так еще и воздуха нету. Вообще, полностью. При том, что... При том, что сам сталкер как бы ассоциируется со свежестью. Такой, знаешь, дождь там, классно. А на самом деле... Стримы это тяжело. Может, переиграть, реально? Просто я тогда не уверен, что я бандита этого найду. У того. Так, там кабаны, это не страшно. Бандит пропал. А второй бандит еще живой. Но надо сейчас за деревом, короче, его подогнать. Встретить. И, по-моему... Ммм... Рюкзак сбросить или не надо? Пробую возле того дерева его подождать. Не, это далековато. Блин. Возле того дерева он меня подождает уже. Тихо-тихо. Сейчас он стрельнет... Вот за этими камнями мой шанс. О, есть. Как так можно было не попасть? Это из-за того, что я... Я сбоку зайду. Прикрывай, брателло. Все. Еще раз начинаю с самого начала. Потому что... Я не взял квест. И потому что у меня все еще нету... Аккумулятора. Если бы у меня был аккумулятор, я мог бы, кстати, и сейчас сделать все. Потому что... Артефакт бы меня вылечил. И мне бы тогда аптечка не нужна была. Либо я могу сейчас поменять как раз слизь... На... Аптечек. Пяток. Этого мне хватит. Но я, собственно... Не знаю. Как лучше. Кстати, очень круто, что тут очень много бензина, собственно, повсюду. Я на ферме. Бак можно взять один. Потом... Вот тут вот возле вагона. Соответственно, за бензин могут дать и водку. И, по-моему, там патроны какие-то автоматные даже бывают. Там, короче, в зависимости от того, в какое время дня придешь. Разная награда. Странная система такая. Так, вот тут неумеха. Вот сейчас бегает он. Так. Вот сейчас надо с ним поговорить. Типа, чего такой сморщенный? Болотного доктора? Окей. Все, просьба готова. Кстати, у Сидоровича, может, сейчас обновился ассортимент. Потому что он меняется после перезапуска игры. Вроде как. То есть, есть шанс найти сейчас. Аккумулятор у него. Что нужно, сталкер? Что притащил? О, есть. Шесть тысяч. Знаешь, что? По-моему, стоит слизь продать и купить аккумулятор. Да. Да. Можно было, конечно, куртку не покупать, но... О, или я уже купил... Нет. Все, короче, это равносильный обмен. Плюс осталось еще четыре тысячи. Круто. Я могу еще... Батареек, допустим. О, есть. И спичек. Кстати, спички пригодятся. Сколько у меня? Одна пачка. Можно купить одну. И еще, может, один пинт. Потому что теперь у меня слизи нету. Я не смогу лечиться. О, кстати, патроны продаются. Пятьсот всего. Вау, это неплохо. А ну. Сорок патронов за пятьсот. Это очень хорошо даже. Окей, тогда... Вот так. По минимуму, как бы. Аккумулятор, я же уже... Ой, ну, этот поезд. Да, да. Тысяча. А, нормально. Неплохо. Хороший товар. Это, на самом деле, было не... Ну... Не супер необходимо, но мне захотелось. Неплохо. Хорошо. Ну... Так. Я уже теперь не смогу. Ну, ладно. Блин, слизь, конечно, очень жалко. Потому что она очень редко. Когда в игре мне попадалась. Даже не помню, чтобы находил ее прям так вот. О, класс. Зато теперь у меня есть и аккумулятор. И я квест взял. И когда я теперь перейду на ту сторону, то... Я смогу подлечиться буду этим. Кровью камня. Так что это более успешный сейф. Теперь точно готов. Пишет. Нужно еще с сталкерами поторговаться. Угу. Так. Этот мне дал квест. Этот дал. И потом... Сидорович, значит. Консервы. Потом куртка у меня есть. Есть ли куртка? Да, я вроде... Что-то же... Называется сейф-куртка. И плюс денег сейчас хватает. Слизь, в принципе, да. Она просто убирает кровотечение. Это не настолько критичное, как бы. Так, вот так. У бинтов вот столько хватит уже даже. Пойду еще сейчас. Продаю хвосты на АТП. И сейчас надо добавить еще дроби. В принципе, сейчас рассчитываю найти у того бандита. И... Прямо самому на него напасть. Не ждать, пока он кабанов... А... Три вернет. У меня еще дробовика нет. Ха. Это ненадолго. О, а что это я так не устаю? А, ну да, куртка. Ха-ха. Кстати, я комбинезон свой оставил? По-моему, да. Он, наверняка, исчез уже. Ух ты, а где это здесь этот... Кисель. Ух, прям здесь. Ты шо? Он обычно, ну, на земле. А тут он... Высоко. Голод усиливается, как будто на мне бенгальский огонь. Но он, видно, и без него быстрее. Я просто обычно, как только у меня появляется бенгальский огонь, я с ним только и хожу всю игру потом. Кстати, еще шо я подумал, что вот в этом вот переходе, там есть же в трубе артефакты. Но он там так положен, что ты не можешь выпрыгнуть, короче, оттуда, когда подбираешь его. То есть, там надо как-то по-хитрому. Может, если вы, кстати, сбросите рюкзак, то будет попробовать. Ну и, в общем, говорят, что если стрелять по артефактам, то состояние их не рушится. И, по-моему, тот, который там лежит, он и так разрушенный. Но при этом его все еще можно и продавать там, и менять на все. Соответственно, в любом случае, есть смысл попытаться его подобрать будет. Кстати, может перейти просто на ту сторону, по-нормальному через тоннель, пойти взять ящик, пойти поговорить с доктором, и потом только пойти за курткой и вернуться так же, по-нормальному, по-людски. Или через радиацию даже, но там на понтиле будут. Да, там я не успею, наверное. Как вариант, кстати, можно... Потому что переходить через радиацию, ну, совсем невыгодно. Опять эта сволочь меня с патронами кинула. Кстати, тут надо продать ему такое. Ну, почему тут люди в людей стреляют? Тут и так выжить трудно. Вот этот, на самом деле, интересный вариант насчет... Хотя нет, она долго будет. Если через электро, потом пока дойдешь туда, и там тоже мутантов своих хватает. С этими бандитами немного легче сразиться. Плюс тут есть шанс найти вот этот... Сейчас забэкаплю. Может, реально потом отсюда пойду. Отсюда вот так. Может, через тоннель. Точка бэкап. Да уж, с тремя бандитами... На трех бандитов идти с девятью патронами от калашникова... Это не самая лучшая расстановка сил. Так, охотники. А бандит, по идее, где-то вот тут должен прям идти. Может, его и нет здесь теперь. Да, не видно, кстати. Его... Ну, предыдущие два раза тоже не всегда он появлялся. Может, и сейчас не будет. Или он пошел в ту сторону просто. Сразу. Как вариант. Вот так сдохнешь, а никто и не... Почешется. Кстати, тут убивают костры прям моментально. Так, вот там бандиты. Ну, в смысле, кабаны. Ну, кстати, у Ситровича, по-моему, только что продавался этот же бинокль. Ну, пока что... Я же говорю, там есть задание возле леса на свалке. Где сталкер за него дает... За какое-то задание дает бинокль. Я планирую так его получить. Сейчас я без особой надежды, на самом деле, иду. Потому что сейчас еще две собаки, потом бандиты начнут нападать. Я, главное, это уже сделал сегодня четыре раза. Теперь пять. А вот бандиты, по идее, не должны были этого услышать. Вообще, ну, никак. Знаешь, что я, пожалуй, вернусь, сохранюсь. Потому что... Каждый раз этих собак стрелять надоело. Действительно. Ну, вот, действительно. Так странно вот, что за этой колючей проволокой якобы, по сути, уже не... Ну, то есть, это как граница зоны и есть. То есть, кордон, он же так и называется, не случайно. И за ним, ну, понятно, в самой игре там просто текстуры заканчиваются и небо, пустота. Но в мире, за, как бы, ограждением, там же, по сути, поля продолжаются и... Оу. Он меня так толкнул прям. И побежал вообще мимо. Сейчас этот талкер как раз с ним разберется. А у меня свои дела. И она... Кабана не хочу тратить последние патроны. Не знаю, конечно, как я собираюсь сейчас с этими... КТП, я не тот. Ммм, я патронов накупил, надо их подготовить. У меня пока явно... Дробь не так нужна. Нету пока. 120 патронов вообще уже. Мне кажется, пистолетом я не успею в них попасть. А этот слишком... Разрушенный. Так, сейчас надо съесть что-то, чтобы... Не шатало так сильно руки. Хотя я не думаю, что это зависит, но мало ли. С полным здоровьем больше шансов попасть. И не устав. При этом. Куртка, конечно, вот я не знаю. Может действительно лучше обойти потом по-нормальному с той стороны и все это сделать. Но я могу не успеть здесь сегодня. Тут просто эти бандиты, они... Не особо... Их выгодно и нападать. Можно даже просто... Не переходить на эту сторону, а... Сделать все там. Прям. Сейчас, знаешь, у меня есть граната одна. Может... А ну. Я именно вовремя вспомнил, но... Хоть раз, может, попаду. Уф. По-моему, получилось. Класс. И еще это на канистре взорвалось. Но ничего страшного, она не настолько нужна. Блин. Смешно. О, куртка. И, ну, стопчик, класс. Ой, и патроны мои. А, это даже... Ого, это... Это АКМ. Это более крутой. А, нет, это АКС. 39. А патроны, это не от него. А, нет, это они. Окей, окей. Все равно. Хорошо. Блин, жалко, что тут, конечно, сгорело вся. Так, а ну. Там наверху есть... Граната пригодилась очень идеально. А, мне еще куртку собирать. Я уже забыл. Это был более безопасный способ, чем пытаться там... Как-то по-глупому это все. Давай, давай. Залазь, ну что ты? О, есть. Come on. О, впервые по-людски залез. А тебе же тут ружье, интересно. Мне же оно все еще нужно. У меня же теперь вообще нет. Интересно, у того, который упал первым, у него какое оружие было? Так, если я сейчас антирад подберу, я смогу потом лечиться как раз сразу. О, я могу сейчас даже прям сейчас уже начать. Рудятся плюс три как раз. О, защита от рудятся, это хорошо. В принципе, можно бежать. Да, тот сейв нормально. Если что, гранату бросить, это много ума не надо. Так что я перебегаю, короче, и... И, блин, у меня нет дробовика, я не смогу даже по собакам стрелять. Ну, ничего страшного, я все равно хоть так вот так в них... В пистолеты в основном стрелял. Так, все, тут максимальная сразу радиация, похоже. О, псевдо-псов. Вот тебя-то я не ожидал тут увидеть. Пожалуй. Хорошая собака. Я вот так теперь прикидываю, стоит ли на них нападать. И главное, теперь псевдо-собака осталась. Вот тут был удачный вариант тем, что сталкеры разобрались и с собаками, и бандит разобрался с кабанами, и у бандита был дробовик, и таким образом я набрал и дробовик, и патроны. Ну, а все уже, как бы. Попробуем. Попробуем, может, сейчас не стрелять в них... Ой, не кидать гранату в них, потому что... Мне кажется, возможно, и без этого. Так, я паузу зря нажал. По-моему, вылетела игра. Это тоже будет неудивительно. Уф. Вообще зависло все. Я надеюсь, оно записывает хотя бы. Хотя такое было уже. Сейчас оно, может, развиснет. О, нет. Похоже, что не развисает. И не видно ничего. То есть, у меня все еще сталкер передо мной. А, наверное, на записи уже нету ничего. И... Просто ничего даже не сворачивается. Я не знаю даже, как выключить. А-а-а-а. Придется, наверное, это... Перезагрузать компьютер. Но тогда не факт, что сохранится стрим. Какой пуллшит. О, что-то работает. Диспетчер задать хотя бы. Так. X-Ray не отвечает. О, есть. Я процесс сталкера отключил. Это знак, с одной стороны. С другой стороны, знаешь ли, я так просто не сдаюсь. Видите ли, поэтому я запускаю дальше сейчас. А-а-а. Может, даже пройду по тоннелю и... Ну, там же псевдо собаки, с другой стороны. И даже если... Ммм... Я все равно пройду. Я все-таки хотя бы один квест должен выпустить за весь стрим. Выпустить. Э-э. Завершить. Пять утра просто. Вы не стримили с двух ночи до пяти утра. Чтобы меня судить сейчас. Хотя наверняка и не такое... Э-э. Бывало. Пять утра. Интересно, он уже записывает игру, он же по идее должен схватывать её как бы без спросу. Субтитры делал DimaTorzok 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 Об этом-то я и говорю Красиво, конечно, несмотря на что. Я, конечно, вот это всё хотел не записывать, потому что это менее интересно, чем... Ну, то есть, вот именно вот прогулки от костра до костра, там, сражения с собаками, это всё... Недостойность стримов, но я сейчас пытаюсь, по сути, выполнить достаточно сложный квест интересный, поэтому... Это можно записать... Так, можно попробовать, короче, сейчас... Гранату кидать это невыгодно с двух точек зрения, потому что гранату жалко и потому что... Бензина... Бензина... Мне может пригодиться эта... Канистра потом... О, собаки! Я очень хочу, чтобы, короче, перебежали с той стороны насыпи сейчас псевдо-собаки и с этими бандитами как раз сразились О, они уже встали... О, вон они бегают, блин! Это хорошо! Надеюсь, они пока ещё не знают, что я тут... О! Вот как раз на них собаки нападают! Нахром среди ясного неба... Так, если они сейчас поймут, что я здесь, то... У меня не будет шансов... Сейчас короче если псевдопсо туда нападет, то им будет сложно и тогда у меня будет больше шанс. Может загрузить с того момента как? Ну там квеста нету, да, мне надо сейчас все так сделать, пока что, они так далеко, как на той стороне вообще, может у меня даже будет время перебежать сейчас, да не, не надо. Я жду когда они поднимутся вот сейчас и окажутся прям здесь, о нет они отбежали туда вот, ух ты, это хорошо, они не знают что я здесь еще, можно их подождать под вагоном, когда они придут то. Вау, я могу сейчас вообще их не трогать и перебежать просто. Тушканы, не выдавайте меня. Там еще собаки бегают, так они по-моему уже знают что я здесь. Ты шоу тут это там вообще перестрелка, но тем не менее они отвлекли таким образом собак, может, о вон они. Хе-хе, в спину еще. Зря я их, конечно, приманил. О, есть! Фигеть! Что-то удача. Блин, ну там радиации много. Я не смогу их там подобрать. Ничего. Интересно, они умеют стрелять по взрывчаткам? Это было бы прикольно. Мне надо проверить, есть ли там радиация. А, есть, блин. Калашников, тем не менее. Тихо, тихо. Это то, что мне самое главное было подобрать. Для того, у него ничего ценного нет. Так, если я уже облучен, то мне можно бежать свободно на эту сторону и там уже лечиться. Без разницы будет. Сейчас надо на куртку забрать. Схватить антирад. Пока не поздно, блин. Он у меня... А, нет. Тут же нет кнопки быстрого использования. Нет, я просто не знаю, как. Так, как там и... Вот это. И теперь нажать на него два раза. И умереть за эти три секунды. Теперь самое главное, то ради чего. Вот, все. Я спасен. Классный звук, кстати. Ну, такой. Тихий. Так. Он явно отвлекся как раз на псевдо собаку. Класс. Короче говоря, все очень круто проходит. Мне надо бежать отсюда. Пока я еще могу. Там какие-то сообщения приходят. Надеюсь. Ага. Ничего важного. Собак много, конечно. Я так уязвим сейчас тут, на самом деле. На мне сейчас артефакт, который... Пулеустойкость еще больше ухудшивает. Он, короче, пытается стрелять, скорее всего, по псевдо собаке. Это мне подходит. Так. Радиация выявилась. Короче говоря, можно бежать. Тот факт, что я дробь не подобрал, это ничего страшного. Зато я подобрал немного автоматных патронов. Их надо, кстати, сейчас подготовить. А, это же как раз я вот этим одним патроном смог дострелить до этого бандита. Классный, короче, заход. Так, тут немного есть этих. Можно тут сохраниться, потому что у меня костер есть. Ну, у меня есть печки, но... Не, не буду. Так, я куртку подобрал, надеюсь? Кто-то стоит. А, нет, это крест. Классно было бы, если бы тут сталкеры сейчас оказались. Прикольное место вообще вот тут. Вот такое открытое и... Уф, ничего себе, закат. Красота. Тут обычно еще, когда сталкеры сражаются, то реально прикольно. Участвовать в жизни зоны, так сказать. Потому что... Когда сам и куча мутантов, это не так прикольно. Уф, в снежку попало. Вот это закат вообще. Я в шоке. Я еще в шоке с того, что я смог. Точка. Оу. Оу. Вот тут бандит. Он все-таки там. И у него есть дробовик. Оу. Надо будет сходить туда, короче. Сейчас я перейду насыпь и пойду прямо туда. Ха-ха. Я думаю, я успею. Хотя, не могу забыть. Потому что я сейчас пойду еще на ферму. Просто это единственный способ для меня получить ружье. Сейчас. Дэмать, пусто. Это по-любому тот бандит. Он как бы шел в сторону санатория, как они говорят. Кстати, очень круто, что тут собак. Почти нет. Обычно здесь вот тут вот бегает такая стая. Штук двести. А, вон, собственно. Три штуки. Короче говоря, мне везет сейчас. Несказанно. Сейчас сейчас с доктором поговорю. Как раз какое-то задание. Мазь какую-то даст мне. Непонятную. Второе восстанавливается. Сейчас еще надо подкрепиться. Охотничьей колбаской, думаю. Потом пойти взять контейнер с консервами. Потом перейти. Класс, я, короче, смог. И я смог даже... И вот я сейчас не умираю. Как бы. Удивительно. Куртку, я надеюсь, я подобрал. Потому что я... Если я там не подобрал, это будет очень глупо. О! Чекпоинт. Так, я надеюсь, собаки на доктора не нападут. О, все нормально. Сохраняюсь на всякий случай. Сейчас. Бэкап на всякий случай. Еще сделаю вот этого. Ох и название. Легче вообще никак не называть, чем как попало вот так. Все. И так. Как чувствуешь? Нормально. Так. Просьба есть от неумехи. От Костика. Все топчет, знаете, зону. Занесла его сюда нелегкая. Нежен он. Больно для такого места. Что с ним? Нога, говорит, болит. Просит лекарства, как в прошлый раз. Говорил же я ему, езжай домой. Там больница. Лекарства нормальные. Нет. Упрямый. Сам пока обратно не собираюсь. Жду, кого отнесешь. Держи его. Только не открывай. Запашок не особо. Пусть три дня натирается. Должно на время помочь. Сам-то как. Хе-хе. Да нормально. Вроде хожу. Баночка с лекарством. Так. А сколько она весит? У него вот что-то усиливается. Я не могу понять. Вроде артефакты особо не используют. Эти вот которые. Ну. Так. Где оно? Вот это. Хе-хе. Да. Намешал чего-то. Вонь ужасная. Хе-хе. Хе-хе. Класс. Так успешно все идет. Вот. Там короче да. С дробовика стреляет. Бандит на той стороне. Надо короче сейчас пойти. В ферму. Схватить этот. Ящик. Ммм. Нету даже сейчас. Дробовика как раз. Вот от них бы то он и пригодился. От этих плотей. Хотя. По сути. Их даже и из дробовика надо было очень долго. Отстреливать. В идеале. Сейчас вот пусть они будут заглючившие. Я сейчас просто мимо них пойду. Возьму этот ящик. И пойду себе. Как раньше. Хе-хе. Можно все таки съесть что-то. О. Хлеб еще есть. Круто. Это сейчас того раза у меня голод. Антирад можно на всякий случай подцепить. Потому что там есть кнопка какая-то. Я просто забыл какая. Типа быстрое использование антирада. Использовать антирад. Ф3. О. Да. Удобно. Даже для нон-стопа есть кнопка. Ой. Я только еще по-моему успел подобрать нон-стоп у этого. Бандита. Оф. Они все таки бегают теперь. Это мне не выгодно. У нас столько патронов нету. Шестнадцать килограмм ящик. Мне кажется. Тихо-тихо. Я прыгать могу. Оп. Блин. Не смог запрыгнуть. Ах. Блин. С одного раза. Просто таки. Если бы я запрыгнул. Вот я не пойму. Ну это потому что у меня выносливость была сломана. Надо будет сбросить рюкзак еще раньше. И потом залезть на либо на этот трактор либо еще куда-то. И может снять артефакт который еще больше разрыв ухудшает. Хм. Хм. Потому что да. У меня и здоровья мало. И плюс еще разрыв минус тридцать. То есть. Оно реально там в минус идет. Ну. Повреждение. Оно реально. Вот это самый бесполезный совет наверное за всю игру. Потому что. Хм. Хм. Держи в щехле на поясе. Это никак нельзя сделать как бы. Ну. В игре нет на самом деле. То есть фляга сама где-то находится. Ее не надо нигде держать. И она тут не нужна ни для чего. То есть. Хм. Да. Из всех советов этот самый как бы бесполезный. Может пойти пока без Контейнера, может потом О, да, может сейчас пойти к военным, короче Пройти мимо них, потом взять дробовик И потом все сделать там с вот этими Потом, ну, отдать куртку Там такое, потом прийти сюда И уже с дробовиком Который у этого бандита выпадет Ну не, это сильно сложно Я вряд ли тут буду еще потом Хотя, просто Куртку более срочно вернуть Но я все равно сейчас все сделаю Не знаю, короче Так, сейчас главное сбросить рюкзак где-то вот тут прям И пойти потратить все патроны пистолетные На плотей Вон они две ходят топчутся В теории я могу подбежать и схватить Этот ящик, но я не могу подбежать Потому что перегруз Сейчас тут бы запрыгнуть на машину хотя бы О, есть Фух, есть Безопасность Восемь Коман, остановись хотя бы Мутанты бегают они И не попаду уже, если О Девять Странно, они убежали сильно далеко О Блин, тушка Еще и собаки Вау Блин, что-то я сильно меткий стал И форт явно Мощнее Мощнее ПМа явно Потому что Всего С одного выстрела Тушканы мрут Все, короче Это успех Я пошел за рюкзаком Плоти просто испугались Что-то некуда будет положить Сейчас Если получится Да, форт, конечно, классный Ящик же надо в портфель Сгрузить Поэтому Я не могу туда бежать пока О Я слышу плот, но не страшно Там еще одна в соседнем здании Но она не должна пока прибегать сюда Может на канистру взять, кстати Без разницы Все равно туда иду, как говорится Что-то сейчас бежать будет Очень неудобно Да, вот так вот Окей Вот так и стой, как говорится С моим перегрузом Вот не хватало Вот только вот этой Тихо Вау Я даже ходить не могу Теперь он устает за пол шага Окей Надо что-то сбросить Ну, наверное Канистру можно пока И отложить Канистра О Вот этот, по-моему Немного больше выносливости Делают Канистра 8 литров Я все равно попробую Даже бегать можно Но не долго Сейчас надо на всякий случай подготовиться А, у меня нечего уже докладывать Патроны все, что есть, все на мне 100 штук Хотя на самом деле Очень много Класс Я рад, что плоти умные такие Что они убегают Не нападают Также не нападают Как бы так ходить Чтобы Не быть перегруженным Не, ну так ходить реально нереально Надо бы Канистру, наверное, сброшу пока Может положу в какой-нибудь Рюкзак Где-нибудь Может возле доктора, кстати Сохраниться Ну, я до военных Точно туда иду Хотя вот тут Только что неприятно Такая аномалия была Вот тут Какие-то как Как жарко, короче Ну, жарок тут вроде не должно Еще быть Это было странно А, ну я не смогу там выложить Потому что Сейчас я прислушаюсь к аномалиям Когда я паузу делаю Это я обычно Ну, в основном Прогружаю информацию Но Также я все-таки Как бы еще и Нахожусь в игре Все-таки Вот это у меня В Dead Air Вот такое всегда состояние Просто вот Перегруз Бесконечный И Сейчас скажет Не могу отдохнуть Нужно Я так не доползу, конечно И плюс Там сейчас я хотел Дробовик взять Похоже, не получится Темно Еще так уже Тем не менее Это самый успешный заход Вообще Из всех Что были Потому что Я смог Восстановить здоровье После того Как облучился И бандиты отвлекли Мутантов всех Сами И плюс Я еще чуть-чуть патронов взял Но Мог, конечно, еще оружие О, кстати Я, по-моему, подобрал Доброе оружие А, не О, я специально не брал ТПМ надо выкинуть Это по-любому спасет меня Все, я теперь не перегружен Сразу Кстати, реально Вау Я пошутить хотел Но оно чуть-чуть Помогло даже Каждый килограмм Считается Ну, можно канистру Выложить Ну, блин, если я приду В деревню То там реально За нее Очень много Мога дают Я и так Одну взорвал Туда А, кстати А, не Я вот тут не подобрал Что была Возле вагона Ну, я схожу еще туда Может, когда-нибудь Костер На, костер Класс На Я всегда берегу Основную колбасу Именно для Этого случая Все Все, не могу ходить Я же надеюсь Что они не начнут По мне стрелять Из-за того Что я тут долго стою Но я не могу Быстрее идти Просто не факт Что второй раз Плоти Не заглючат И не убегут Хотя Они всегда Какие-то Глючные Честно говоря Может оставить Тут какую-нибудь Канистру Пустую Допустим Не, не хочу Еще Все Ультра перегруз Шалко Что с ними Конечно Торговать нельзя Но Логично С другой стороны Сталкеры военным Не Торговые Напарники Я хотел Начать Извиняться За то Что Стрим Неинтересный Когда Вот так Каждые Полметра Надо Останавливаться Но Вместо этого Я скажу Welcome To NLS В этом Суть Игры Реально Блин Вот Единственное Что сейчас Я могу Не успеть Это По-моему Сидорович Уже Все Он По-моему До 10 часов Работает То есть Я Не Устанавливаться Так В тот Раз Меня Убили Тушканы Здесь Я бы Не хотел Еще раз Знаешь Что я Сейчас Сделаю Я Короче Для Эксперимента Сброшу Рюкзак С Пяти Тысячами Тон И Побегу За Дробовиком Потому Что Мне Надоело Тратить Пистолетные Патроны На Кабанов На Плотей Всяких Мне Нужен Дробовик Знаешь Просто Любопытно Где Именно Он Его Тут Оставил Этот Бандит Оставил Кстати Еще Один Был И Сталкер Мог Подойти Пособирать Вещи Еще Но Он В принципе Дальше Чем Они Может Он И Дошел До Него Мало Ли Могут Дойти Крестик Надо В нем Что-то Оставить Так Вот Где-то Отсюда Доносились Выстрелы То есть Скорее Всего Там Где Возле Елок Если Конечно Он Еще Здесь Я Ж Не Перезагружал Вроде Игру По идее Мог Пострелять Кабан Спящий Или Лежащий Насовсем Блин Прямо тут Кабан Был Все это Блин 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 А бандита то я так и не нашел там И Если Кабаны Все еще Живы Это Может Значит Что Либо Он От них Убежал И Побежал В другую сторону Может Это Вообще Не От него Были Выстрелы Может Этот Другой Оставшийся Бодин Стрелял Потому Что Не факт Что Этот Вообще Появлялся В этот раз Я его не видел Там Идущий Может Он Даже И не Здесь Поэтому Скорее Всего Да Тут По другому Короче Все В общем Сейчас Надо Не Идти О Правда Я никому Не Интересно Не Выпал Но Значит Нет Тебе Доверия Да Ничего Подобного Тут На самом Деле Такого Минус Авторитет В Минус Не Уходит Тут Если Что Смог Сделать То Круто А Если Нет То Зона Все Все Понимают О Это Первый Раз Когда Я Загрузил Игру Навернуть Зараз Гречки Рассыпчатые С тушеночкой С цебулькой Гречки С цебулькой Такого Я еще Не слышал Ты Что Обычно У них Такие Квас Уб Холодного Там Это Первый Раз Они Именно Конкретную Еду Назвали В общем Окей Я Забыл А Никогда Не Загружал Игру От Военных Потому Что Я Всегда Боялся Что Только Я Загружу Если они Станут Мне Врагами Вдруг Ой Могу До АТП Добежать И сохранить Нет Но тогда Рюкзак Все равно Придется Зата Сейчас Короче Тушканы Просто Будут Я Хочу С ними Разобраться А потом Уже Уф У меня Кровотечнуло Почему-то Ну я не хочу Обматываться Пока Сейчас Лучше Эти Окей Еще раз Блин Оно автоматически Подобралось Там Короче Когда нажимаешь У То вот Ешка Как будто Зажата О Все Надо ее Еще раз Нажать Сейчас Надо разобраться С тушканами Потом Рюкзак Уже Брать В тот Раз Они просто Меня Из-за Этого Подбили Тут Не вовремя Я хочу Этот квест Все-таки Выполнить Сегодня Потому что Оно Как бы Ridiculous Че я Встаю Сейчас Хотя бы Я же Даже Не Побежали Так как Далеко Смотри Ой Окей Да Крови много Все Тут уже Не нападет Все Это Это Получилось О И Головы Можно Подбирать Сады Хотел Снять Артефакт Но Не обязательно Потому что Точнее Теперь уже Не важно Вау Тут новый Звук Как будто Справа Красиво Вообще Летняя тема Мне нравится Я так Еще Представил Что Они Всю Игру Ретекстурировали По сути То есть Там Все Дома Допустим Светлее Стали Небо Допустим Изменилось То есть Допустим Ну Понятно Кордон Там Всегда Только его И видят Все Кто Выграют Во все Моды Но Допустим Когда Приду Если Вдруг В Лиманск С этой Темой В этой Версии Билда Это Как там Все Будет По другому И 2016 Года Скажем Так В том Оно И выглядит Иначе Все Так Я попробую Сейчас Короче Идти Пешком То есть Я нажму Альт И буду Идти Вот так И посмотрю Насколько Это Медленнее Выносливость Тратит О Кстати Да Это помогает Надо Значит Пешком Идти Прямо Очень Помогает Ну Относительно Можно Подостанавливаться Иногда Еще Надо Будет Значит У меня Нонстоп Короче Есть Но Я Не хочу Его Тратить На Такую Ситуацию Хотя В данном Случа Это Как раз То Что Надо Потому Что 10 Часов Нет Я За 20 Минут Могу Успеть Добежать До Сидоровича Но Не Я Не Хочу О Мощные Звуки Начались Красота Надо Хотя Этот Класс Выполнить Сейчас Я смогу Только Неумехе Сказать И Шустрому Поручение Ну Отсчитаться Как бы О Попал А К Сидоровичу Уже Получается Завтра Придется Идти Ну Там Собственно Ничего Срочного У Сидоровича Я Уже Купил Аккумулятор То есть Мне По сути Только Надо Ему Консервы Отдать А Они Не Помешают Мне Ничего Делать Кроме Того Что Они Меня Перегружают Максимально И Ну Я Спать Буду Без Них Я Выложу Рюкзак О Класс Столько Голов Набралось Кстати Можно Было Было Сохраниться Сейчас По идее В АТП Но Я Не думаю Что Сейчас По дороге Может Что То Такое Прям Опасное Напасть Ух Ты Тут Аномалия Действительно Невидимая С Альтом Ну В смысле С Шагом Удобнее Есть Смысл Держать Шаг Потому Что Выносливость Почти Не тратит То есть Какой-то Толк От Этой Функции Есть Это По сути Как Красно Но Красно Это Приседание То есть А ну Можно И вот Это Как бы Контрол Потом С Если С И Альт И Вот так Если Идти То Я За Неделю Дойду Может Быть Шикольно Даже Болты А тут Можно От Второго Лица Ну От Третьего Ну Именно Вот Допустим Вот Туда Кинуть С Куда Он Его Бросает А Не Все Рано В Сторон Бросает Кто-то Стреляет Странно В Ласт Альфе Просто Сделали Что Там Получается Куда Ты Прицел Поворачиваешь В ту Сторон Он И Стреляет Допустим То есть Там От Третьего Лица Реально Играть Полноценно И В сетевых Модах Всяких Постоянно Переключаются Третьего Лица Даже Предпочтительнее Так В смысле О Вот так Вот Да Я там Шучу Постоянно О том Что Ну Сталкеры Бегают Как Наруто Но Я не видел Никогда Наруто И Я только Сталкере Такое Зачем У меня Куртка Не та Которая На мне На самом Деле Ну Вот На мне Бандинская А Утама Я Вот Хочу убедиться Что Так Тут Плюс 13 Килограмм А Это Плюс 15 Ага Но все Так Канистру Отдать Потом Куртку Вот эту Собственно Кольчужная Куршито Кольчужное Полотно Почти Каждому Терпения Хватит Не всем Я так Понимаю Ее Главная Разница В том Что Разрыв Она Усиливает Ну И еще Пулеустойкость Но Это Вообще Не В НЛС Пулеустойкость Ни на что Не влияет Я тебе Так Скажу Что Самое Будет Смешно Если Сейчас Выбросно Глянет Ну Нет На самом Деле Сейчас Не так Уже Поздно Хоть Небо Такое Все Вау Кто Это Что Там Летит Ого Ну Тут В принципе Вот Летают Листья Да Наверное Это Просто Листья Или Нет Ну Вон В небе Что Летит Прикольно Так Просто Ни Такого Звездного Неба Никогда Не Видно Прям Чтоб Так Ясно Было Кстати Вот У меня Сейчас Здоровье Восстанавливается И Слышу Кабана И при этом Ну Голод Усиливается Но Мне интересно Сколько Аккумулятора Разрядит Вот такое Как бы Полное Использование Крови Камня А Это Снизу Куски Тумана Просвечиваются Да И Таким Образом Вызвать Выброс Потому Что Он Ночью Будет Ночью Это Обычно Часов Два Ну То есть Я Успею Уснуть Еще Немного И Потом Как раз До Сидоровича Будет Не так Тяжело Дождаться И Плюс Если Выпью На Стоп То Я Не Смогу Уснуть А Ночью Это Не Самое Выгодное Так Лучше Уже Дойти Так Благо Это Не С этой Стороны Когда Тушканы Бегут Да Могут Повредить Я Все Ремя На самом Деле На Фоне Думаю Что Так Нельзя Говорить Типа Наказывают Зона За Такое Ну Просто Да Я Говорю Что Тут Безопасно Сам Болты Брос Хорошо Тушкан Смешной Все Нужны ли мне Лишние 200 Рублей Нужны Ок Тут Так Легко Стало На самом Деле Это Немного Разочаровывающе Почти Потому Что Раньше Натушкана Надо было Патрона 3-4 Потачить Если СПМ А тут Прям Форд С одного Выстрела Это Очень Классно Но И Я Чувствую Себя Читером Когда Я в Это Играю Потому Что Тут Не Оригинальный Баланс МЛС Все Так И При Снова Сохранена То Есть Тут Квесты Все Те Же Плюс Еще Новые И Даже Видно Иногда Где Новые А Где Те Что Были Потому Что Новые Какие Игровые Немного Надо Будет Там Еще Побегать И Убедиться Что Тут Никто Не Нападает На Них Потому Что Когда Опять Псы Загрызут Всех В Деревне Я Без волка Деревне Не Прикольно А между Тем Я Дошел Уже Здоровье Как-то Конечно Не Особо Быстро Улучшается О Зато Аккумулятор Не Сильно Разрежен О Вот Состояние Показано Хорошо А Это Плюс 50 Это Один Из Самых Слабых Ну Голод Усиливается Потому Что Я Перегружен И Реально Все Силы Уходят На Ходьбу И Мне Сейчас Спать Предстоит Поэтому Полный Неголод Это Хорошо Все Класс Я Смог Я Дошел Я Забэкатал Предыдущий Сейв По-моему Нет А Не Ультра Перегруз Конечно Забэкапал Ну Здорово Но С другой Стороны Нет Нездорово Так Шустрый В этом Или В том Доме По-моему В том Да В том Тут Вообще Ничего Нет Такой Конечно Грустный Дом Так Неумеха Шустрый И Сидорович Это Мои Основные Рецепиенты Квестов Я Тупо Все Три Квеста Сделал Класс Я Не думал Что Получится Потому Что Доктор Мог Уйти Потому Что Я Не Взял Задание И Потому Что Шустрый Мог Умереть И Все Собственно Вот С консервами Это Новый О Доброе Утро Здоровье Бархата Так Наверное Снять Снять О Насчет Куртки Шу Я и не надеялся Неужели Нашел Да Вот Повезло Валялось Держи Ну ты Молоток У меня Вон Деньжат Немного Есть Тысячи Три Или Может Тебе Детектор Нужен Чтобы Радиацию Засекать Нет Детектор Я уже Купил А вот Три тысячи На самом деле То что надо Так что Давай Есть Кое-какие Мысли О Про Схрон Кстати Блин А схрон О Схрон Это же Тоже Будет Как Награда И там Какой-то Артефакт В принципе Три тысячи Мне сейчас Не срочно Не особо Срочно Давай Про Схрон Так Интереснее Может Сохраниться Сначала А Уже Поздно Ну ладно Про Схрон А Ну да Говорил Ладно Разобещал То Слушай Где-то В кишке В одном Из заваленных Тоннелей Есть рюкзачок Ой Я знаю Где это Я его Обыскивал Кстати Это там Где Крысюк Живет Точно Место Не знаю Но Один Охотник Говорил Там Арт Какой-то Хороший Припрятал Охотника Возле Старой Дачи Собаки Загрызли Сам Видел Когда На Картон Возвращался Я думал Сам Смотаться Схрон Проверить На черный День Попригодилось Ну ее Эту кишку Как вспомню Последние Походы Туда Чем Это Обернулось Короче Щи Сам И Спасибо Второй Раз Меня Выручаешь Да Собаки Нынче Чистые Звери Чуть Не Порвали Слепышито Да Вроде Глаз Не И Имеют А Чуют Как-то А Есть Артефакт Который Их Отпугивает Я не знаю Из-за чего Но когда Такой артефакт На пояс Повесишь Псы В страхе Разбегаются Ух ты Пузырек Его называют Я кстати Видел В этом В кишке Зо Ой нет В санатории Короче В Бюрере Иногда Пузырек Попадается Он на шарик Такой желтоватый Похож Так вот Для чего Он нужен Тут же есть Короче Некоторые Артефакты У которых Свойства Еще неизвестные Типа И Вау Отпугивать Слепых псов Это прикольно Ничего себе Где достать Не знаешь Ну да ладно Ты мне помог В общем Видел я в санатории Когда последний раз Пролазил там Наблюдал Издали бюрера Который Ух ты Так это еще Обоснованно сюжетом Ты шо Вроде как Как раз этим артом Играл Бюреры там Сам знаешь Любят всякие Блестящие штуки Собирать Только смотри Словыми руками На бюрера Чревато В общем Тебе решать Ничего себе О Что там Арт преобразования Один из бандюков После сильного Подпития Стал хвастаться Как он Разбогатеет Скоро Что может он Из медузы Сделать какой-то Более крутой артефакт Давай попробуем Если найдешь медузу Я с тобой Этой информацией поделюсь Интересно Попробуем Ты шо Круто Блин Я так надеюсь Что он Доживет До этого момента Уф Ночь Конечно Уже глухая Сейчас выброс Может наступить Я ничего не вижу Так О я уже не так Перегружен Все спят Так Надо сохраниться Просто хотел Класс Мне Этот Полезную информацию Дал Шустрый Так Тот основной Квест Ради которого Я это все Записывал Сделан Остальное Это так попутный Шустрый Тон Надо не забыть Вот это все Что он сказал Он сказал мне Насчет тайника В кишке И насчет Пузырька Я когда буду в кишке Главное вспомнить О том Чтобы надо залезть В этот тоннель И там Посмотреть Там короче Рюкзак Который выглядит Как Как куртка Под камнем Вот там В тот раз Я еще Когда записывал Я там был Я знаю Короче Где это Приветствую Слышал О твоих подвигах Да Ничего Зарядка Где топливо Берете Как перенести На болотах Последнее время В долине Гопники На болотах Вояки Притощи Бензинчика Окей Так У меня уже есть Но надо Я сохранился Сейчас сохранюсь И тогда решу На что Ему дать Просто тут Короче В зависимости От времени Суток Меняется Награда И можно Так Подгадать И в нужный момент Просто отдать Сохранюсь Я даже приостановлю Обычные патроны Калашниковые патроны Вот это очень круто Потому что По сути Это чуть ли не единственный Способ Здесь На кордоне Добыть их Ха Там Кстати Мне наверное Патроны Нужнее сейчас Водка Это как бы Далеко идущая Нет Кстати Если я возьму водку У него по-моему Где-то 3 как раз Или 3 Или даже 5 Или 8 Там прям Что-то такое Нереальное Короче И За водку Я смогу потом Меняться У вот этого Старшины Ну или как его там Короче Под мостом Смогу менять Потом стабильно Водку Но тогда мне придется Все 10 вернуть ему Патроны Классные патроны Потом 12к Это что-то Не знаю Что это Потом Поствольный гранатомет Еда Это по-моему Консервы дает Тоже прикольно Но сейчас не надо Мне приоритетно Вообще Я хотел водку Но сейчас Вот аптечки Вообще-то Нужнее Антирадов у меня есть Аптечки я потом Смогу у Сидоровича В ближайшее время Не скоро получить А с другой стороны У меня есть артефакт Который лечит То есть Честно говоря Больше всего Водку хочется Сейчас поменять Потому что Я тогда смогу Ну Менять патроны У того вот Или прямиком Лучше патронами взять Но потом Тогда мне придется Таскать Вот эти вот Бутылки Лишние На себе У меня сейчас По-моему Шесть Это Слишком сложный выбор Но хочется патроны Честно говоря Это как бы Приоритетнее И то что я В ближайшее время Смогу использовать Патроны Или водку А водка С другой стороны Аж за артефакт Потом у Сидоровича Ладно Давай тогда водку Нет Ощущается странным Ну и патроны Тоже как будто Не так сильно нужны Аптечку может взять Сидорович В ближайшее время Не проснется А у него только на артефакты Но зато у него много А этот по-моему Всего три дает Знаешь что Я сейчас наверное Чтобы не гадать Я открою сейчас гайд И почитаю Конкретно Сколько он дает Потому что не хочется Вот старое Обмен бензина Есть такое А тут по времени суток Короче Это не то Торговля Артефакты Да Вот это по-моему Оно Я хочу просто знать Количество Если Допустим Пять бутылок Или восемь Тогда по-любому надо Но тут по-моему Меньше всего Сейчас И сейчас прям по поиску Слово бензин Потому что тут Большой документ Обмен бензина Вот В деревне новичков Недалеко от входа в бар Генератором Которые Принимают канистры Возможность награды На кордоне Патрон Ух ты Этих ПМ-ных патронов Аж 200 штук Дает Этих АКМ-ных 120 Потом вот этих Суперкрутых Снайперских Считай Для Именно Не для АКС А для АКМ 60 штук Тоже хорошо Патроны Дробь 50 штук Эх Заряд 2 Понятно О Четыре Четыре бутылки водки Он дает Аптечки Аж 7 штук И даже О Консерв 5 штук Класс Так Дальше про бар То есть Очень много Патронов Автоматных Мне прям хватит На ближайшее время Я смогу там и На свалке Там отстреливаться От всех То есть Это реально В принципе Приоритетно Для меня А зато Водки тоже Четыре штуки У меня ровно Шесть Сейчас Блин Это реально Это как Такой Как Как знак То есть С одной стороны Такая дилемма Супер сложная И кстати Даже ПМных Он много Дает Если Я Возьму У него Водку То я Смогу Все Бутылок Десять Отдать Этому Генералу И у него Он Мне за это Даст Кучу Патронов Тоже То есть Таким Образом У меня Будет Патроны Но Тогда Водки Не будет А с другой Стороны Таскать Потом Придется Да На самом Деле Так Лучше Будет А Патронов Он много Дает Этот Просто Я не знаю Где я потом Еще Смогу Столько Водки Набирать Когда Мне надо Будет Двадцать Собирать А эти Десять Я хотел Вообще У Сидоровича Ставить Или у Стаса Там Как-то Аптечек Кстати Тоже Много По-моему Пять Штук Или Семь Семь Аптечек Ого Это Больше Чем За Артефакт Кстати Потому Что Оно Тяжелое Восемь Литров Ну Да Почему Так Да Кстати Водка Сейчас Это Невыгодно Потому Что Таскать На себе Много Это Не Круто Так Что Можно Тогда Короче Беру Водку Все Четыре Бутылки Класс Ой Деньги Дал Не Очень Много Но Кое Что Твоего Бензина Нам Хватит На Сутки Так Что Завтра Снова Приноси Да Немного Да Ладно Нормально У У У У У Есть Бакап Перед Тем Как Я Как Раз Теперь После О Надо Пойти К Вергасу Взять Ремонт И О Заспаунился Сталкер А Не Это Просто Проглючил Глоса Так Светятся Смешно Я Перегружен Конечно Надо бы Спросить О Еще не забрали Мой комбинезон Такой Никому Не Нужен Так Что Тут Ждешь У Бутылок Так Много Теперь О Надо Их Отнести Этому Генералу Потому Что Все равно Я Ящик Не Смогу Сейчас Отдать О Надо Сейчас Еще С Этим С Не Умехой Поговорить Я Хочу Вергаса Просто Забрать Свой ПДА Вообще И Вообще Аж Аккумулятор Он У меня Не забрал Будет Смешно Я Хочу Сбросить Куда-то Контей Ну Ящик Этот Консерв Но Я Был Что Его Заберут Сталкеры Просто Молча А Он Он Отдает ПДА Предыдущий А я Наверное Еще Не Отдавал Окей Так Он Там Что-то Про Разброс Говорит Но У меня По-моему Сейчас Состояние Нормальное У оружия Такое На троечку На самом деле От Форд Главное О Форд Нормальный А ну Сколько Будет Стоить Автомат Починить А Он Ничего Не Делает До Того Как Я Ему Не Отдам За Записную Книжку Что-то О Так Это Только Второй Артефакт Или 5 ПДА А Он Забрал ПДА А То Он Поэтому Не Отдает Собственно И Не Ремонтирует Ну Да Он Собственно Логично Он Не Может Два Дела Одновременно Делать Ха Хитрые Конечно Спать Уже Скоро Надо Тут Конечно Да Вот Он Уже Зевает И в Игре И в Жизни 6 Утро 6 Утро Это Как Вот Такое Время В Игре Это Для Меня Это 6 Утро Это Такая Глухая Ночь Вообще Ничего Не Непроглядно Он Кстати Так Устал Потому Что Оттаскал Контейнер 16 Килограммовый О Сейчас С ним Мехой Поговорю И Потом Сброшу Рюкзак И Лягу Спать Он Тоже Спит Уже Ну Просто Мазь Нужна Сейчас Минут Подой Абой Серьез Зинан Наги Оставим Как Она Не Умех Как Нага Плохо Черт Не Видел Доктора Видел Передал Просьбу Вот Склянка А Панка Я Тебе Обещал Контейнер По Дешевке Отдам За Штуку По Рукам Так У 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 Я Хладно Как Раз Купил До Этого За Все Деньги Считай Если Б Я Знал Я Помню Да Я Забыл И Тысячу Терять Ну Ничего Я Так Уже Получил В принципе 2000 Контейнер Для Восьми У меня Теперь Что Лих Два Окей Такое Разве Возможно Два Одинаковых А У них У каждого Свой Код Вау Это Прикольно По-своему Два Контейнера У меня Такого Еще Не Было Да Уж Не Особо Выгодно Но Зато Я Выполнил Квест Наверное Так Он Уже Зевает Поэтому Нужно Сейчас Так С Шустрым Я Поговорил С Неумех Поговорил С Этим Тоже Поговорил Теперь Осталось Снять Аккумулятор Чтобы Не Разряжался Всю Ночь Потом Куртку Снять Сейчас Перед Сном Бросить Рюкзак Лечь Спать И Дождаться Выброса Таким Образом Я Хотел Это Следующий Выпуск Сделать Но Можно И Сейчас Хорошо Занув Пенеслав Грустно Что Ты Не Спи Хе 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 Ладно Чтоб Не Украли Рюкзак Хе 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 Посреди ночи Не хочется Начинать Выброс Ой Стрим Странные Какие-то Советы Опять же Если Выстрел Прыгнись Если Земля Сотрясается Прыгай А Это Когда Эти Псевдогиганты Вот Это Кстати Классная Тоже Картинка Такая Чистая ЧАЭС Еще Деревья Вот Эти Из Ранних Билдов Хе Хе Красиво Кстати Все Еще Не Открывал Блокнот Художника За Всю Игру Как-то Дольше Чем Обычно Все Работает Может Оно По-моему Зависло Но Оно Хотя В игру Должно Зайти Иначе Я даже Не могу Свернуть Ну По-моему Все Оно Не работает Да Не сворачивается Диспетчер Задач Альтаб Там Надо Вслепую Находить Дерево Процессов 424 Я все-таки Хочу Лечь Спать Хотя бы В этом Выпуске Поэтому Еще раз Загружаю Как бы Сталкеры Они такие Знаешь Не сдающиеся Животные А где же Я возьму Интересный Артефакт Второго уровня У меня Есть Арт преобразование Но им Нужны Там Всякие Колючки Там Всякие Бенгальские Огни И прочее О Кстати Вот Бенгальский Огонь Я могу С Медузой Объединить Но Это все После выброса По сути Игра Еще не Началась Вот Тут Именно Фриплей Такой Себе Начинается Вот Как раз После того Как Сталкеры С тобой Говорят Могут Торговать И После того Как выбросы Регулярно Происходят И ты После них Собираешь Артефакты Это по сути Единственный Как бы Источник Доходов И Гарантия На будущее Вот допустим Вот только что Был хороший пример Того Как не надо Идти Не подготовившись Я перепроходил Этот квест Десять раз Потому что Я просто Бежал на него Без ничего А надо Было Сразу Вон Сколько всего Сделать То есть Взять задание Потом Аккумулятор Взять Либо аптечки Либо бинты На всякий случай Хорошо что Антирады Хотя бы были Но даже с ними Этого было Недостаточно Было бы еще Хорошо если бы У меня ружье было Но Не повезло В этот раз Конечно Надо будет Как-нибудь Туда сходить Может там Этот бандит Объявится Опять Было бы хорошо У него Этот дробовик Добыть Все таки Надо будет еще Водку поменять У этого Сержанта Как раз Или как его там Генерал Я понял сейчас Что да Водка 10 бутылок Это тяжело Таскать И как раз Если я сейчас Обменяю ее По сути на Патроны Это будет Мне даже лучше Чем сразу Взять патроны И при этом Не иметь возможности Бегать Поэтому Именно В более дальнем Будущем Так даже Выгоднее Записывает Окей Продолжаем Насчет Стабильности Мода Кстати Вот Действительно Вылетал Иногда Прям так Но в основном При загрузке Иногда Но не так Чтобы сильно То есть Не критично Так Сталкеры Какие Тут у меня Кстати Сюда Сбросить Что-нибудь У меня Пустой По-моему Контейнер Пока Вот это Если я Сейчас положу Сюда Оно Не исчезнет Мне кажется Исчезнет Ну вот Я уже Не перегружен Попробую Сейчас так Реально Без перегруза Чтобы Тогда Сниму Сейчас Все Так Вот это Будет Мой Сейф Там Где А вот Сейчас Я Типа Перед сном Сделаю Сейф Там Где Я Все Выложил Сюда Хоть Это Неправильно Ой А что Не поменялось У меня что Уже был Такой Автосейф Да Кстати Перед сном Один В таком Случа Это будет Перед сном Два Смешно Еще Думаю Типа Что это Я их Нумерую Типа Сколько Раз Я Еще А Она Как Раз Да Вот Есть Этот Есть Тут Не Перегруженная Сейчас Значит Рюкзак Надо Здесь Спросить Разбудить Все Адьо Окей Окей Все 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 Спис Если Я Вот Тут Сброшу Рюкзак Я Не Умру О Есть Никто Не Найдет Под Столом Он Сам Решает Сколько Спать А Выброс Окей Сколько Я Проспал У 8 Утро Класс Уф Пегает Вообще Подорванный И здоровье Не отнялось Класс Тут сон По-моему Не повреждает Так Но я По-любому Должен Тут Сейчас Ждать Сейчас Хочу Убедиться Что Никто Не Украл Мои Вещи Из Сундука О Есть Все Есть Надо Собрать Даже Комбинезон Не Комбинезон Пусть Не будет Все Прячемся Выброс Класс Все Вот Тут Стоим Блин Класс Они Не украли Ничего Волк Можем Пока Поговорить Что Знаешь О зоне Откуда Взяла Эта Вона Повторно Бабахнула В 2006 Вот Она И Появилась Знаю Что Она Ответ Не Тянет Только Мне Только Мало Кто Знает Истину Если Вообще Тут Такие Есть Что В центре Да Что Просит Я На него Два Года Ответ Найти Пытаюсь Только Путь В центр Да Чтобы Живым Вернуться Так Я Не Нашел Несколько Раз Друзья Пытались Прорваться Ого На самом деле Вернулся Друзья Не Все Спросишь Как вам Это Вообще Полезло За мечтой Полезло Желание Зависло Мечты Исполняются Есть Такая Легенда Красивая У Исполнителей Желаний Вроде Есть В центре Зоны Места Где Исполняются Любые Даже Самые Невероятные Приходи Только Знаю Что Скажу Я Точно Не Знаю Что В центре Я Точно Знаю Что В центре Много Шансов Загнуться И в исполнители Этот Уже Не верю Не рискую Попуст Не советую Понятно Вот Это Личная Уже На шахте Работа Ее Закрыли Как убыточную Денег Ноль Перспектив Никаких Тут Пошли Слухи Что В зоне Можно Разбогатеть Сказочно Какой Опыт За плечами Был Вот И решил Рискнуть Не мог Сказать Что Разбогател Однако Занжаты Действительно Завелись Это Эта История Самая Обычная Многие Здесь Так Казались Ого Так он Шахтер Ну вот Это Да Про Грозовики Никто Ничего Не Хочет Знать Мистика Иперед В здешних Краях Поживешь Месяц Всю Жизнь На всю Жизнь Суверным Станешь Хочешь Не Хочешь Ого Мертвец И за Рулем Даже Так Кто Это Спит Постоянно Он Все Не Проснулся Окей У меня Сейчас Такая Вообще Скорость Беготни Вообще Невероятная Просто А я Еще Перегружен При этом И все Равно Бегаю Вообще Как Подорван А ну Сейчас Сброшу Чисто Чтоб Поржать С того Как он Бегает Быстро Именно Вот так Вот это То О чем Я Рассказываю Вот так Вот Бежать Круто И тут Он реально Сам Решает Сколько Нужно Спать Это Очень Хорошо Ну Или Потому Что Я Просто Был Уже Изнеможден Ой Я Поцарапался Уже Где-то Что-то Когда Это Я успел Мне кажется Это из-за того Что я Когда контейнер Подбираю То он Ящик Типа Там Режется Или Я не знаю О Выброс Прошел Надо Бежать Артефакты Собирать Столько Дел Я Хочу Сначала Только Ксид Пойти Там Все Сделать Так После Сна У меня Не было Еще После Сна Один Но Поскольку Как бы Надо Чтобы Были Парные Сохранения То есть Если Короче И так Понятно Я думаю Ой Да Надо Сидорович По-любому Отдать Этот Ящик Потому Что Я С С Ним Никуда Не Смогу Бежать А Мне Нужно Идти И Следовать Зон Я Хочу Сейчас Побежать Прям Вот Где Открытые Места И Найти Все Артефакты Все Сидорович Горят С 6 утра Уже Должен быть Коман Откуда Значит Травотечение Вот Это Вообще Непонятно Откуда Взялось Почему Я Только Что Потому Что Я Прыгал Там Реально Непонятно Откуда Голод Кстати Не усилился Тут Похоже Сон Изменился Вообще Он не ранит Он не вызывает Голод И не убивает Есть Что Достоящее Да Кстати Был На ферме Нашел Товар Еле Допер Про Целый Ящик Мог Бы И Предупредить Ну Ну Чего Начал Болезный Что За работу Держи По-божески Так Аптечка Бинт О Как раз И антирад Ну Да Это бы Меня спасло Себя В первый раз Принес Ну Хорошо Да Кстати Хоть за это Спасибо Вот это и все По сути Только Из ценного Аптечка Да уж Вот это интересно Это какой-то Квест Новый Вот когда Работы нету Но и какой-то Дельце Непыльное Это другое Это новое Это то чего Не было в НЛС Ну ладно Возьму что-нибудь Ишь ты Непыльное Ты в кишке Был О Да Кстати Ну да Игнат Там у них За старшего Как раз Игнату Есть дело О Кстати Может реально Сходить В кишку Там же мне как раз Шустрый как раз Отдал Наводку На Тайничок Может там будет Какой-то артефакт А потом можно Прямо в санаторий Сходить И от него Пойти на свалку Как вариант Кстати Вот это было бы интересно Мне по сути Так и надо Ух ты Это прям Да Можно будет попробовать Это как раз То о чем Потом Долговцы будут просить Производство Колбасы налажили Надо бы На пробу принести Вот на волковских Лоботрясах Эксперименты поставил Им один хрен Чем водку закусывать А ты не думал Что они От несварения желудка Могут тебе весь бункер Испоганить Других Отхожих мест Не наблюдаю Ты митченый За языком-то Следи Это я пока добрый Потому с тобой Разговоры разговариваю А то вон Стасик может В разу уважение К старшим Приявить Чё А шо тут такого Не кипятись Что надо сделать Там артефакт Хороший А ты постарайся Обменять его На колбасу О интересно Как с Игнатом Договоришься Дело твое Он наверное будет Тоже всякие там Хвосты требовать И все такое Казапроход В кишку Плату требует Да и обратно тоже Митченый Собачьих хвостов По дороге Можешь и сам настрелять Или мне сбегать Нет Уговорил Давай артефакт Ух ты Все таки Блин Прикольно Но я в кишку Не собирался В принципе Может не надо Пока Я хотел На свалку Уже попасть Но в то же время И в кишку Любопытно сходить Но я туда Оттуда только вернулся Я хочу уже как-то И там артефактов Меньше Реально не хочется идти Но я уже начал квест Как бы И Ладно Оно меня облучает Не потеряй Одна нога Тут другая Там И обратно Еще и на время Это все А это грави О круто Грави это хороший Птенечка Бинта Тирад О Вообще Непонятно За что он мне это дал Все прятать Все У нас тут Можно в каждой По отдельности Ложить Ух ты Так два контейнера Это хорошо Пора уже Перемотаться Зачем использовать Шесть бинтов Это вообще А Наверное Я имею ввиду Первый По счету Ха Да Оно тут Как бы Сталкнуто Все Интересно Ну там Гроза Так Бинокль Продается Ммм Не Четыре тысячи Не туда Не сюда Братан Ты не врубаешься Мне нужен Реальный Товар Так Ну мне В принципе Я хотел У него Аптечек Набрать Но мне Не надо Сейчас И хотел Водок Потом Наменять Но это Все Тоже Не то Блин Квест С кишкой Конечно Я зря Взял Мне Григорь Сильно Хочется Туда Идти Но мне И тайничок С другой Стороны Вот Любопытно Прям не знаю О, может я ник уже начать Мне тогда придется отдать ему Кровь камня, я ее пользуюсь Ой, мне с другой стороны О, я наконец-то теперь Отдал ящик этот, могу теперь Убежать смело Пойти, надо будет патроны еще взять Факер нету, конечно, вот это самая беда Кстати, тут автосейвов теперь вообще нету После сна, это прикольно То есть мне действительно нужно теперь После сна бэкапы делать Так В кишку Или на свалку Потому что, по сути, сейчас много что изменилось То есть Например Класс так, бегать быстро, круто Просьбы Петрухи, ружье Нету Медузу Шустрый просит, интересно Вот это вот надо То есть обменять Грави на Колбасу, которая, наверное, будет много весить При этом Это уже не надо Короче Я сделал по эту сторону О, карты теперь нету А, вот есть На картоне Вот мне нужно было сделать три миссии Это куртку взять Поговорить с доктором И зайти на ферму Здесь я все сделал Я хотел это сделать по дороге на свалку То есть, типа, там все сделать Потом пойти на свалку Там поговорить с вот этим вот Главным у них Потом вернуться, может, в лесок Это план на следующий выпуск, по сути И там поговорить с вот этим, который Бинокль даст Потому что это, как у меня в приоритете Можно сказать И потом вернуться Ахнемет отнести Сидоровичу Все такое В кишку я не планировал в ближайшее время идти Но сейчас я понимаю, что я могу пойти туда Сходить в тайничок Посмотреть, что там за артефакт Такой прикольный Потом пойти через этот тоннель В санаторий И в нем С Бюрером сразиться Сначала по дороге Надо будет зайти еще Взять патроны у этого И отсюда пойти на свалку На свалке я как раз выйду К вот этому вот сталкеру Который дает бинокль В идеале Ну, там он лежит ему На аптечку дать Оттуда пойти к прапору потом Взять задание на огнемет Там еще с бесом поговорить Ну и короче говоря Пойти на свалку не так А через кишку Это достаточно, наверное, звучит интересно Потому что я смогу сразу три задания параллельно сделать Да Вау Ну окей, это все Это все планы на следующий выпуск В следующем выпуске придется заново Это все объяснять Так Вергас А ну Вот он меня поселил ПДА Он мне его не отдаст Пока я Не возьму Не дам ему артефакту Второго уровня Блин Реально Он не отдает ПДА Было прикольно Класс Гроза Красиво теперь Жалко, конечно, что видео в 360 Я пока ничего не могу Поделать, чтобы было лучше Кстати, у меня артефакт Второго уровня есть Это достаточно-таки полезно Вот это тучи там Красота Прям вообще Просто в жизни давно Дождя не было нормального А вот это круто Выброс же прошел Надо идти артефакты собирать О, а, нет Все нормально, окей Короче, сохраняюсь Все классно Я считаю, что это был успех Хоть и не моментальный Почти 4 часа, окей Выключай Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!